Подпишись, что ты слышал, что есть Америка, ты подписываешься, а потом тебе говорят, что у тебя пять тысяч. Почему? Потому что ты акцентовал Вексику. У меня в аресте автомобиль находился с апреля месяца. Принимаю за ценность, возвращаю как ценность. Наклеил марку, через три дня говорят, приедьте, заберите автомобиль. То автомобиль отдали. В доме нужно четыре, максимум пять табуреток, не больше. А когда их вводят, шесть миллиардов, зачем они нужны? Да еще говорящие. И так между словом, между делом, я им говорю, ну вы же в курсе, что все протоколы являются векселями? Я говорю, вы же изучаете вексельное право? Они говорят, да, изучаем. Ну зачем росгвардейцу, который ходит с автоматом в каске, в бронежилете, изучать вексельное право? Вы не можете пояснить? Почти все бумаги являются векселями. Вексель – это долговое обязательство. Два килограмма – это и будет цена векселя. С протоколами та же самая песня. Любая подпись – это достаточно для акцента. Паспорт является безоговорочным акцептом. Детей в школе принуждают. Это вообще беспредел. Потому что здесь вексельное право, и оно намного жестче. Управлять своим имуществом, своей жизнью недееспособно, и с ним можно делать все, что угодно. Что такое индосаммитная надпись? Прямо красной ручкой написал протест. Все кричат беспределом, а по факту в мире все не так. Закрыть векселем долг перед банком. Наша задача всего лишь этот процесс запустить. Векселем можно сделать все. Это можно применять везде, для любых вопросов, при любых ситуациях. То есть, по сути, ты говоришь, хорошо, протокол – это протокол. И берешь и оформляешь свою пользу. Не то, чтобы обманули. Просто недорассказали, не научили. Все придумывают вексель. Ты, значит, не хочешь управлять своей персоной. И они как бы берут управление себе. Чеки эти на инкассу. То есть, банк должен… Как банки делают, они эти документы перепродают. Да, это стопроцентная подгонка под вексель. Долг перевести тоже можно. Самоопределение. Это вообще самое наиважненьшее. Понизить твой статус до физического лица. Они смеются, понимают. И неспособны, можно штрафовать. Они проверяют тебя. Понимаешь ли ты… Этот протокол зайдет на ура. Именно на практике. Должники мои из ЗАГСа… Хотят программу сокращения сцепления проводить по всему миру. Весь мир готовится. Идет конкретно отсев. То есть, будут оставлять тех, у кого есть воля. Векселем можно сделать все. Закрыть векселем долг перед банком. Ну, вот это да. Вот это они загнули. То есть, ну, надо же настолько хитро все переиграть. Потому что, как только это произойдет, все поймут масштабом мана. В масштабах всей планеты. То есть, уже кушать не дают людям. То это только начало. Я об этом говорил. Добрый вечер, друзья. Всем привет. Сегодня нас собрал Сергей Турков по теме векселей. Ну, изначально планировалось Сергей, я и живучайка Игоря из Москвы. Сейчас к нам присоединился Андрей Топорков из города Сочи и планируется, что будет еще Андрей, автор канала «Товарищ Сталин 2.0». У Натальи Рыбкиной, к сожалению, не получилось, она занята. Вот в таком составе будем обсуждать векселя. Что это такое, как это использовать и какая практическая в этом польза. От простого к сложному. Все правильно. Что можно рассказать? Вексель – это форма документа. То есть, во всем мире приняты какие-то формы документов, какие-то все шаблоны, все это используют, пишут. И как понять, какой смысл? Оказывается, все на вексельной тематике. То есть, любой документ, по сути, может являться векселем. Если это вексель, значит, понятно, в чью пользу должны исполниться документы, кто будет исполнителем, кто там должник, кто выписал документ. То есть, четкая структура. Если этой структуры нет, нет никаких обязанностей по исполнению документа и так далее. То есть, они стараются все притягивать к векселю, поэтому мы придумали конвенцию, какие документы могут быть векселями, какие не могут быть, и как этим всем пользоваться. То есть, какие методы, принципы работы. Ну, вот как мы это все поняли, начали немножко разбираться, как это использовать в нашей жизни. Расскажи, пожалуйста, что является векселем? Вот насколько нам известно, мы пришли к выводу, что почти все бумаги являются векселями, в том числе и билеты Банка России, и протокола, и даже некоторые чеки, и кредитные договора. То есть, присутствуют признаки векселей. Что из них вексель, что из них чек, и какие вообще виды векселей бывают? Ну, смотри, самое основное – это два типа. То есть, вексель – это долговое обязательство. Обычно все воспринимают это как? Как простой вексель. То есть, в простом векселе – это как долговая расписка. А вот векселя датиль, тот, кто выписывает вексель, он как бы должник. И он выписывает, чью пользу этот вексель. То есть, кто будет выгоду получать. Ну, например, вот мы с тобой встретились, у тебя есть яблоки, а у меня их нет. Ну, через месяц я думаю, что у меня тоже будет. А вот я у тебя беру килограмм яблок и выписываю тебе вексель, что я через месяц там обязуюсь тебе отдать 2 килограмма яблок. Вот я как векселедатель в простом векселе должник, а от тебя я указываю выгодополучателям. Вот сумма векселя, а если она не в деньгах, значит, она в какой-то услуге. Вот 2 килограмма – это и будет цена векселя. Все, я выписал, должен, значит, подписаться, потому что должен быть акцепт векселедателя, что я согласен с тем, что написал и готов нести ответственность. Все, я там написал это, подписал, отдал тебе. Вот, ты нигде не подписываешься, то есть тебе акцепт никакой не нужен, ты выгодополучатель, ты векселедержатель. Ты взял его, вот, и запомнил, что через месяц там или когда там мы с тобой договорились, ты ко мне придешь, скажешь, вот, смотри, у меня вексель, ты должен его исполнить. Вот, я его увижу, вспомню, вот, и скажу, да, конечно, вот, тебе 2 килограмма исполняю твой вексель. Все, как я тебе килограмм яблока отдал, вот, ты говоришь, вексель погашен, исполнен. Ставишь отметочку, все, как бы, вексель закрыт. Примерно так. А есть переводные векселя, то есть вся система использует переводные. То есть тот, кто выписывает, он не хочет, как бы, исполнителем быть, он идейный. Вот он решил, что кто-то кому-то другое будет что-то должен, а исполнять это будет тот, кто, как бы, акцептует. То есть такой факт, понимаете, как акцепт. Вот, то есть должен быть какой-то символ, что, значит, кто-то другой примет к исполнению. То есть, ну, например, я с тобой сижу, мы такие вместе сидим, пообщались, и у меня появилась идея. Я как век-соредатель выписываю документ, что значит должник будет учитель в школе, а выгодополучатель – какой-нибудь ребенок в школе. И что значит должен быть вот этот самый килограмм яблок. А на акцепт я приду, этот документ дам кому-то и скажу, вот у тебя сад с яблоками есть? Есть. Ну, подпишись, что ты исполнишь документ. То есть, должник, как бы, учителя у меня в документе, выгоду в пользу ребенка, а подпишется вообще тот, кого я уговорю, или кто, значит, просто подпишется. Значит, исполнить документ должен будет тот, кто подписался. То есть, век-соредатель в переводном веке, чтобы сам не исполнять, он ищет исполнителя. Все, как только он нашел, ему нужно, чтобы исполнитель акцептовал, то есть принял. У них, как это, любая подпись, этого достаточно для акцепта. Ну и все, как бы, вот на этом все основано в себе работать. Все документы, это, значит, век-соредатель придумал, кто что там, кому что будет должен. А кто исполнять будет, он должен подписаться где-то в нужном месте. И, как бы, не так важно, за что он подписывается, по тексту, как важно место, где он подписывается. Все, как только ты подписался, из тебя потом будет требовать килограмм яблок. Хоть ты даже знал, не знал, что ты подписал. Ты, как бы, подписал, факт принятия есть. Вот, будь добр, исполняй. Примерно так это работает. Игорь, а по практике есть? Расскажи что-нибудь из своей практики. Мы это везде используем, стараемся. Просто это требует достаточно много времени, внимания. Видишь, вся система, все управление, все документы основываются на вексельной тематике. Чем более серьезный вопрос, тем больше нужно к этому подготовки, проработки и так далее. Но, по факту, любые требования по отношению к кому-то, они могут быть основаны только здесь, в какой-то вексель, тем так цитованы. То есть, кто-то принял что-то к исполнению, даже, может быть, сам не понимая. Потом с него это будут требовать. Вот сейчас, например, детей в школе принуждают вроде как тестирование на эти всякие проводить раз в две недели. То есть, детей. Сейчас, ну, как бы, сильно берутся за детей. Родители там что-то, значит, некоторые понимают, что происходит, некоторые нет. Но кто понимает, пишут какие-то отказы, документы. Но они оформляют, как это им в голову придет. А в итоге у них выйдет какое-то оформление, и по структуре будет понятно, кто, значит, в чью пользу документы, и еще что-то. Вот все учат, в основном, оформлять документы не в свою пользу. Если бы родители, например, сейчас бы понимали, как это делать, они бы грамотно вели всю эту деятельность, и их детей никто бы не смог тронуть. Вот, все зависит от грамотности. То есть, понимаешь, что ты пишешь, как бы, тебе кажется, что ты текстом пишешь, буквами, словами, смысл, что ты хочешь передать. А система всегда будет воспринимать структурой. То есть, как, где кто оформлен, как, где кто указан, в каком месте и так далее. Вот, если делать грамотные документы, структуру соблюдать, еще словами подтверждать, значит, что вы там хотите передать, то можно управлять. Управлять своим имуществом, своей жизнью, персонами, там, неважно, и, значит, достойно жить. Ну, как достойно? Хотя бы, значит, чтобы тебя не могли принудить, там, что-то сделать с твоим ребенком. Ну, это вообще беспредел. То есть, дети пока маленькие, они, как бы, не обязаны все это знать. Вот, но взрослые, то есть, они должны быть дееспособны. Вот, а дееспособность идет из умения написать. Вот, то есть, сейчас в устной форме они не хотят, как бы, принимать. Вот, они хотят в письменной. Потому что в письменной, вот, они говорят, если кто-то выписал невексель, то есть, не сделал там компетентный действитель, если там всю эту цепочку процедур не собрел, вот он не дееспособный, и с ним можно делать все, что угодно. Понимаешь, и все эти подписки подсовывают добровольные согласия. Конечно же, они никакие не добровольные, просто их подсовывают, вот, и все. И народ, как бы, ну, не знает, что делать. То есть, если ты вдруг случайно подписался с каким-то согласием, а потом это согласие мешает жить. То есть, ты подписался, значит, прочитал что-то, а потом тебе говорят, надо идти, значит, этот тест делать, там, или ребенку нужно делать. Вот, если бы родители все вообще стали компетентными, грамотными, то есть, умели бы хотя бы свою волю в письменном виде проявлять. Вот, а это именно нужно уметь писать в ексе. То есть, если бы кто-то умеет писать в ексе, значит, он может быть дееспособным. Там уже будет зависеть все от деталей, тонкостей. Ну, как бы, это основное. Поэтому это можно применять везде, для любых вопросов, при любых ситуациях. Вот, вопрос в том, что только что это занимает время реально много. Поэтому мы сейчас стараемся концентрироваться на основных, мы так прорабатываем тематику. Вот, потихонечку переходим к таким серьезным моментам. Вот, ну, простые какие-то, они достаточно легко получаются. Ну, когда есть много практики. Когда практики нету, сначала вообще ничего не получается у нас. Мы что-то писали, у нас ничего не выходит. Мы думаем, почему же у нас ничего не выходит? То есть, вроде есть какой-то там закон, какая-то статья, какая-то конвенция, сказано, что должно быть так-то и так-то. А вот, а по факту в мире все не так. Вот, все кричат «беспредел». Мы думаем, ну, как-то вроде и беспредел, а вроде как-то и должно получиться у нас. Потому что вроде как правда на нашей стороне, все у нас хорошо, а система не реагирует. Но тут мы как-то начали этот вексель осваивать, понимание приходило потихонечку, потом научаешься видеть структуру документа. То есть тебе документ подсовывают и говорят, пишись, протокол замаз. Ты как бы текст читаешь, текст обращаешь внимание на текст, а смысл документа вообще в другом. То есть текст, они для отвлечения внимания, чтобы ты на нем сконцентрировался и запутался. А смысл там вообще в другом. То есть смысл противоположный тексту чаще всего. И как только народ не понимает смысл, а видит текст, он значит делать сразу неправильные действия. То есть по сути любой протокол, штраф там за маски, можно же сразу свою пользу переиграть. Вот если знать как. Но для этого нужно разобрать структуру. Я вот сколько видел этих протоколов, они все были разные. То есть везде структуры разные. То есть эти юристы, специалисты сидят и придумывают. Они конкретно знают, какая у них цель, как им нужно это сделать, как играть словами, чтобы всех запутать. Но по сути, это когда вот кому-то хотят выписать протокол за маски, ему хотят премию выписать. То есть не штрафуют, а премию дают. А потом как бы народ по неграмотности ставит там в каком-то месте подпись, по индосаменту премию отдает, а принимает долг. И вот понимаешь, изначально как бы начали за здравие, а закончили, сам понимаешь, за что. Поэтому вся эта вот хитрость, не знаю, абсурдная ситуация, если вот народ будет стучать, разбираться с документами, народ нельзя будет провести. То есть видишь смысл документа и понимаешь, нравится он, не нравится. И знаешь, что с ним можно сделать. То есть тебя нельзя ни к чему не принудить к тому, что нарушает твои права. То есть ходишь ты спокойно, дышишь воздухом, тебе говорят, иди сюда, сейчас мы тебя на 5 тысяч штрафуем. Ты говоришь, так это не действует, так не работает, ходить воздухом, я могу дышать свободно. Они говорят, протокол. Ну ты говоришь, хорошо, протокол, ты протокол, и берешь и оформляешь свою пользу. Потом за эти 5 тысяч будет платить полицейский, который подписал протокол. Ну допустим. То есть если они под свою ответственность берут, всю эту деятельность ведут, они должны быть готовы к тому, что они отвечать будут. Просто они привыкли, что народ не понимает смысл документа, суть документа, они не видят вексельную структуру, а смотрят внимание только на текст. Они говорят, ходите, идите, обжалуйте. Понимаете, что народ уводит в сторону. То есть не то, чтобы обманули, просто недорассказали, не научили. Ну понятно, почему не научили, потому что это методика управления. Никому, конечно, ее просто так рассказывать никто не будет. Примерно как-то так. То есть с успехами имеем как бы успехи. Трудности, неудачи всякие тоже случаются. Но делаем какие-то выводы и двигаемся дальше потихонечку. Смотри, пришли к выводу, что вот эти все протоколы по административке, вот сколько присылают с разных концов страны, они вроде как бы похожи, но на самом деле их начинаешь сравнивать. Там и графы перепутаны, у кого-то на одной стороне, у кого-то на двухсторонней, у кого-то цветные, у кого-то черно-белые, у кого-то с номером черно-белым, у кого-то с красным номером. В общем, разнятся везде и всячески. Кто во что гораздо. То есть нету, я так понял, единого стандарта для протокола по административке. Ну, конечно, нету, потому что они все придумывают вексель. Я тоже видел, сколько видео. То есть структуры. Там большие, достаточно длинные такие структуры. То есть кто векселедатель, кто принял к исполнению, кому кто выгоду передал, кому кому долг передал. И в итоге, в общем, они всю свою идею, как они хотят изначально. Они же изначально должны зайти обязательно, что сначала, значит, они должники. То есть тот, кто выписывает этот протокол по маскам, везде должник. Ну, вот сколько я протоколов не видел, там, может, суд 5, 6, 7 разных вариантов. Там тот полицейский, кто выписывает, он всегда в роли должника. А выгоду дают персони, кого пытаются оштрафовать. Ну, потом вот эта вот череда, то ли, значит, индосамин, то ли еще что-то. То есть в разной очередности они это все делают. То ли они векселедатели бывают, то ли они, значит, тебе предлагают быть векселедателем. То есть везде как бы разная структура. И чтобы понять, как действовать в конкретной ситуации, нужно полностью разобрать всю структуру от начала до конца протокола на месте. Потом уже решить, как ты его будешь там подписывать, не подписывать. Вот мы с тобой как-то общались, разобрали, что как только кто-то отказывается подписывать, они говорят, ты, значит, не хочешь управлять своей персоной. И они как бы берут управление себе. То есть совсем подписать, не подписать нельзя. То есть надо как-то закрыть вот эти места для подписи. Но надо это сделать так, чтобы, значит, свою пользу. То есть пользу не отдать. То есть это как бы большая работа, и причем еще полицейские, ну, они чаще всего такие, пиши так, как мы тебе скажем. Вот по-другому нельзя. То есть тут надо еще суметь написать, если даже ты все поймешь. Но если не сумеешь написать, значит, надо сфотографировать, прийти домой, распечатать и переакцептировать. То есть я вот так с этим протоколом и делал. То есть заставили подписать, как они сказали. Вот я дома распечатал, вот, переобстановки, как я там дома захотел. И по почте им отправил, все сработало. То есть, ну, как бы дополнительные действия дома пришлось делать много. Либо на месте, либо по почте. Других вариантов нет. Есть мнение, что любая подпись, любая роспись, любая закорючка вот на этом протоколе, она является индосаммитной надписью. Что такое индосаммитная надпись? Поясни, пожалуйста. Нет, не любая, не любая. У них есть любая подпись, она может быть как актеп векселедателю, как ты принимаешь к исполнению, то есть будешь исполнять документы, то есть платильщиком становишься. Вот. Можешь быть авалистом, то есть поручителем за кого-то. А может быть индосаммитная надпись, то есть это передача. То есть вот мы, помнишь, разбирались в твой пример. Подожди, подожди, передача чего? А передача именно того, что ты имеешь по векселеду. То есть индосаммит может делать только тот, у кого что-то по векселю есть. То есть если кто-то взял документ и подписался, что он исполнитель, то есть платильщик, он не может ничего индосировать. То есть индосирует в основном, в основном чаще всего выгоду. Но это не только, но чаще всего. То есть если, допустим, вот я выписал тебе документ в вексель, что я тебе должен там, значит, два этих, килограмма яблок, а ты взял и решил уехать в момент, когда я тебе должен их отдать. Ты сделаешь индосаммит и передаешь, а у тебя по векселю выгода. значит, ты можешь передать только выгоду, ну, как бы, изначально. И ты передаешь выгоду, допустим, своему соседу. То есть ты, чтобы я потом, ну, как сказать, когда сосед ко мне придет, скажет, вот Антох уехал, а вот теперь ты должен мне, я скажу, чем ты подтвердишь. И он мне говорит, что ты сделал эндосаммит, и ему передал право получения, право выгоды. То есть вот передача права требования выгоды, то есть как банки делают, они эти документы перепродают. Они не просто передают, они переписывают право требования. Вот это право требований переписать, то есть передать можно через эндосаммит. Поэтому эндосаммит – это передача в основном выгоды. Ну, не только выгоды, но чаще всего, то есть чтобы было понятно. Поэтому в определенном месте подпись того, у кого есть выгода по Векселю, будет означать, что он ее передал. А кому это, значит, уже там напечатано в протоколе, значит, на компьютере, кому они передают выгоду. То есть поэтому такая у них сложная структура. Говорят, подпишитесь там 10 раз. Зачем 10 раз подписаться, непонятно. Оказывается, это чтобы ты реализовал их структуру документа. То есть тебе сначала дали денег 5 тысяч, а потом ты их передал, а потом еще ты подписался, что будешь платильщиком. То есть не только денег 5 тысяч, но и тоже. То есть вот эти все подписи, якобы там ознакомлены со статьями 24.2 КАП, Конституция 51 разъяснена, там еще какие-то пояснения, разъяснения, копию протокола получил, и потом еще в конце в самом, еще и на каждой странице, это вот они специально под Вексель, да, все подгоняют? Да, это стопроцентная подгонка под Вексель. То есть вот то, что написано, и ты подпись стоишь рядом, тебе кажется, что ты за это, а на самом деле это все только по структуре документа. То есть в каком месте стоит чья подпись. А им нужен факт, факт самый главный, подпись. Если там будет написано, что ты, значит, подпишись, что ты слышал там, что, значит, есть там Америка, ты подписываешься, а потом тебе говорят, у тебя 5 тысяч. Почему? Потому что ты акции сдавал в Вексель. То есть они не объясняют, почему, они просто требуют. А народ не задается вопросом. Но по сути, да, все эти слова не для отвлечения внимания. То есть ты думаешь, что тебе какие-то права разъяснили, а по факту ты, допустим, авалистом стал, то есть поручительство вызвал, что будешь платить. То есть вот это хитрость. Я вот тогда сидел с этим протоколом по маскам, как это дошло, я думаю, вот это да, вот это они загнули. То есть ну надо же настолько хитро все переиграть. И с этого я так серьезно взялся за Вексель, потому что понял, что они словами как бы обманывают, а структура, она определяющая. То есть нужно научиться было видеть структуру, но не всегда это сделать просто. То есть, не знаю, быстро взял, посмотрел, сразу все понял. Но по сути нужно распределять, разгадывать. То есть Вексель – это как ребус, это как загадка. То есть что-то написано на документе, тебе говорят, пиши, что ты, значит, что-то там копию получил. Ты как бы подписываешься, что вроде как ты копию получил, а по факту пойди догадайся, что теперь, какие последствия у того, что ты подписался. И все это можно сделать, только поняв структуру. А это невероятно трудно научиться понимать их структуры, потому что они их, конечно, запутывают сильно. Ну да, наверное, отсюда специально и разница в шаблонах протоколов. Что здесь один протокол, уехал там в соседний регион, там совсем другой протокол. И сидешь до трех ночи в этом отделе разбираешься. Где тут какая по порядку, где передача эндосаммита, а где акцептование. Подскажи, эндосаммитная надпись, она передает только выгоду, нельзя с помощью эндосаммитной надписи переназначить должника, долг перевести на другого? Долг перевести тоже можно, но тогда, значит, долг должен быть по структуре. То есть вот есть должник, кто в структуре документа должник, но совсем не факт, что именно должник будет исполнителем документа или выдаст поручительство. То есть понятно, когда полицейский говорит, подписывайся здесь, 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 никуда ты не уйдешь, пока не подпишешься, то тебя как бы добровольно, принудительно заставляют стать этим исполнителем. Но должник изначально по протоколу полицейский, но полицейский не подписывается как исполнитель, что он будет платить. Поэтому в этом все дело. По факту, должник, кто по структуре документа, может сделать индосамент. То есть они так делают. Есть у них разные приемы. Но надо именно разобрать структуру. Там тоже свои последствия. Часто я вижу в документах, что именно должник делает индосамент. Допустим, они выписывают вексель, у них вроде как совесть есть, что они выписывают, что они должники. А потом они хоп, индосамент, и долг передали кому. Вот эти все протокола, так называемые, на примере протоколов, получается, они делают вексель, а дальше что они с ним делают? Они его куда-то отправляют или что? Ну, понятно, что они там требуют уплатить штраф с персоной в размере, допустим, 5 тысяч. А дальше куда эта бумага идет? Она же, по идее, имеет ценность какую-то, да? Ну, куда она дальше идет, там это большой вопрос. По идее, они сначала требуют денег оплатить, но требуют выгода получать. То есть вот у кого как бы вексель находится, у кого выгода по векселю. Вот есть такая формулировка как оплата приказа. То есть выгода получателя говорит, вот есть документ, я требую его исполнения. Вот и плати, исполняй. Ну, народ, понимаешь, самая фишка, трудность народа сейчас, ну, многие изучают вексель, работают с этим, то они подписываются или они находятся в статусе платильщика, то есть исполнителя, а они делают индосамент. А индосамент, как бы, они не могут сделать, потому что, ну, как сказать, обязанность воплотить, она не передается по индосаменту. Вот право, значит, как бы именно получение выгоды, это основное. Вот, и долг. Ну, там у него немножко разные вот эти посредствия. Вот. Ну, кто-то вот использует фразу без оборота, там еще что-то. Вот. Ну, без оборота, это только, скорее всего, когда вот именно от долга избавляются по структуре. И чтобы, допустим, кто-то не хочет, чтобы повторно прислали или переписывали в обратку. Вот. То есть, это самая же интересная вещь. Вот мы сидим с тобой, у тебя право получения выгоды, ты взял бы меня и переписал, и отдал бы. Я думаю, зачем мне? Я переписал тебе. И мы можем по 10 раз на дню друг другу переписывать это право получения выгоды. Потом кому-то из нас надоело, мы пишем без оборота. То есть на нас обратно не надо переписывать. То есть все, мы уже отказались. Мы не хотим больше, на нас не надо, ищи другого. Вот. Так же, в принципе, и с долгом можно. Но просто надо не путать должник по структуре и тот, кто акцентовал, что будет исполнять. Это совершенно разные вещи. Поэтому тот, кто принял к исполнению, что он будет исполнять, платить, он не может ничего индосировать. А если он делает индосами, то это глупость. То есть ты понимаешь, если вот есть вексель, допустим, что банк тебе должен, не знаю, 50 тысяч рублей. Приходит левый какой-то там, не знаю кто там, берет документы от тебя, берет и переписывает. Ну, то есть тот, кто должен платить. Какой-то сотрудник банка, например, берет и переписывает твою выгоду. Он не имеет права этого сделать, но он, допустим, каким-то образом ему документ попал в руки. А того, что он переписал, это будет считаться не написанным. То есть от этого никаких последствий не будет. То есть важно, кто делает, какую пользу, с какой целью, какой смысл. Ну, это основное. Так, а что ты еще хотел там спросить? Интересует, как разбить этот вексель, как его сделать недействительным или хотя бы себя обезопасить? Ну, как это недействительным? Чаще всего изначально документы описывают, что там, не знаю, твои персоны выгода. То есть сколько штраф они обычно хотят по документу, там 3 тысячи, 4-5 тысячи выгодных. То есть там не то, что сделать недействительным. Там надо понять структуру, разобрать, что к чему, как. И как-то сделать это в свою пользу. По идее, по-хорошему. Как-то это распоряжаться. То есть подходит полицейский, говорит, ты без маски, сейчас мы тебе премию выпишем, 5 тысяч рублей. Если сможешь забрать, она твоя. Денег мы тебе, скорее всего, 5 тысяч не дадим, но какое-то там, не знаю, право, бонус, что-то ты хорошее получишь в момент. Если не сможешь это сделать, значит, будешь платить. Значит, подпишешься, где мы тебе скажем. То есть ситуация, она слишком такая простая и абсурдная. Как это сделать, ну, это непросто. Тут, видите, как могу сказать. Вообще вся работа с фикселями, она, ну, как бы, серьезная. То есть вот то, что ты разбирал, тему самоопределения. То есть кто может работать с фикселями. Если кто-то себя назвал персоной, гражданином, там, физическим лицом, кем угодно, неважно. Вот. У них нет права никакого вообще переделывать с фикселями, переакцептировать, там, что-то делать. У них есть как бы обязанность. Не сказали подписаться, они подписались. То есть тут нужно зайти самоопределение, сделать связку с народом. Что ты знаешь, как власть, как источник власти, что они должностные лица, что они выписали глупость, а ты переделал, как, знаешь, как учитель в школе, красной ручкой. Неверное зачерпнул, как нужно написал. То есть они должны тебя признать народом сначала. Что ты понимаешь вообще, что ты делаешь, и что ты грамотный, компетентный. Пока факты признания того, что ты компетентный и понимаешь, что ты делаешь, нету, то ничего не сработает. Вот я тебе дам шаблон, который у меня вчера сработал. Ты его написал, только написал там, я фамилию, имя, отчество переакцептировал в объекте. Они его даже смотреть не будут, сразу выкинуть и не исполняют. То есть надо понять, что самоопределение, это вообще самое важное. То есть если есть самоопределение, возможно, тебя даже штрафовать нельзя. То есть это уже будет пиратский захват имущества, если тебя самоопределением захотят штрафануть. То есть там даже можно... Это вот то, что у тебя в электричке, да, произошло, когда ты начал говорить, кто ты и чей паспорт эреховский? Ну, они-то интересно, они смотрят с паспорта, говорят, гражданин. Я говорю, ну, гражданин-то, и в паспорте его нету, и я не гражданин. То есть ты из документов вроде разговариваешь, как чут ко мне вопросы отрисовывал. Отойди в другой конец погоны, поговори с документом, вернись ко мне, а дай и скажи, счастливого пути. Ну, это, понимаешь, это слишком смешно. А то, что они говорят, гражданин, где ты там зарегистрирован, смотрят в документы, а кто-то им отвечает, да, да, я не зарегистрирован или зарегистрирован. Они смеются, понимают, не деспособный, можно штрафовать. Не все полицейские, но вот этот был конкретно грамотный. Он попробовал, значит, и я ему говорю, обращаться ко мне можешь игриться. Он ко мне игр ни разу не обратился, он только с документами разговаривал. Вот, я думаю, ну, как бы помочь ему сократить этот путь, чтобы понимание его... Вот, я чувствую, что он все понимал. Он понимал, просто он, значит, проверил. Проверочка была. Понимает, не понимает. Если понимает, значит, ну, не надо штрафовать документ. Понимаешь? Ты там счетчик не включал? Сколько он попыток сделал понизить твой статус до физического лица? Ну, три или четыре вроде что-то такое было. Ну, три точно было. Ну, вот он, наверное, три сделал, четвертый контрольный, и все. И смысла нет. Видишь, что соображает. Но у меня доходило до девятнадцати попыток. Девятнадцати? Ну, так тебе надо после третьей говорить, что в рамках морского права сейчас служи нарушаете. Ты говоришь, полицейский, ты в каком районе служишь? Он говорит, служу в районе там с северо-западном. Ты говоришь, полицейский, конвенция по морскому праву, статья 1, район это по море и океанам. Ты работаешь в рамках морского права. Полицейский не понял. Ты ему говоришь, почитай конвенцию, международный документ. Российская Федерация, его любимый, ратифицирован, введен в действие. Международное право выше в любых указах, приказах, федеральных, федеральных. Все, оно в приоритете. Все, значит, он может открыть конвенцию, значит, какую-нибудь еще там по правам человека. Ты ему заявляешь, там, дискриминация не допускается. Ты сейчас дискриминируешь, там, в кофте я или не в кофте, там, в куртке зимой или не в куртке. Одел ли шапку, там, не одел. Надел тряпку на лицо, не одел. Дискриминация тоже нельзя. Сейчас будет попытка пиратского захвата имущества, захват прав, там, так далее. А у вас в Российской Федерации есть, значит, спиральный закон, что это уголовная статья. Можно предупреждать. Понимаешь, тут, как сказать, они же предупреждают, они же там говорят, вот вы сказали три раза покажи паспорт, ты три раза отказался, а сейчас мы будем применять физическую силу. Ты ему три раза скажи, что он нарушает твое право больше трех раз, значит, сравнивать с гражданином. Скажи, после четвертого ты можешь уже пойти со своего хлебного места рабочего на завод работать. Так сказать, не знаю, или подметать пол. Что ты будешь лучше? Не-не-не, подожди, ты не путай, ты немножко неправильно сказал. Он трижды пытался понизить твой статус от человека до физического лета, то есть пытался навесить регистрацию и так далее. А отказываться от предъявления паспорта никогда нельзя, то есть вообще отказываться от чего-либо нельзя, нужно требовать основания. То есть уходить от этого ответа, что я отказываюсь, отказываться нельзя. Нужно четко заявлять, что у тебя есть право на то, на то, на то, и вы имеете право и напоминать ему о его же правах и обязанностях. Он имеет право требовать документы удостоверяющей личности только по четырем основаниям, ну, согласно их же законам РФ. Четыре основания только есть. И, соответственно, пускай он сам тебе разъяснит их и сам определит, какой из них является основанием, назовет его, разъяснит, и только тогда, потом, может быть, некий гражданин захочет предъявить паспорт РФ. Ну, как тебе сказать, вот эта интересная статья, вот этот полицейский явно был грамотный, то есть это не какой-то там обычный такой вот, это компетентный. Я, конечно, не помню, какие там четыре основания, но я так смотрю, у кого этот мужик там с полицейскими там работает, в магазинах там просрочку собирают, в них постоянное взаимодействие с полицейскими, вот, и полицейская приезжает на вызов и говорят, предъявите документ. Они спрашивают, какое основание, полицейский не в курсе. А этот подошел сразу, говорит, значит, какое-то, значит, основание подозревать в совершении какого-то там правонарушения. То есть он говорит, тряпки на лице нет, это у нас уже основание подозревать в каком-то там правонарушении, и типа уже причина подходящая. Ну, как бы они, видишь, уже сейчас настолько абсурдно идут. То есть они как бы основание придумывают. Ну, я не знаю, вот мне кто-то из умных подписчиков писал, знаешь, ситуация. Полицейский говорит, сейчас я, говорит, тебе буду разъяснять твои права. Он говорит, не надо мне разъяснять. Я знаю, что все права, они неотчуждаемы, принадлежат мне с рождения там или до рождения, не знаю. Всегда изначальные, вечные права. Говорит, или у вас там какие-то новые права появились. Он говорит, не понял, не понял, что за права какие. Ну, то есть как бы они словами обыгрывают специалистов. То есть судьи вот эти вот, кого учат конкретно этой тематики. Кому они просто сказали, вот, иди, с тебя там 50 протоколов за день. А вот те, кто обучены по векселям, по самоопределению, кто как бы осознанно понимает и вот эти систематические действия. Там они могут, да. То есть судьи это вообще суперспециалисты, как это на словесном уровне поподловить и привязать к персоне, поскольку я понимаю. Мне это напоминает разговор 90-х на улице. Ты кто? Я пацан, обосной. И понеслась. Ну, а как вы, как вы сами там применяете все это дело? Как вас там вихают сами в этой тематике управлять? Вопрос, можно ли закрыть векселем долг перед банком? Если да, то как? Векселем можно сделать все. Вопрос, смотри, вопрос дееспособности к признанию системы тебя компетентным, наделенными правами. И вопрос в том, что ты должен быть наделен правами. То есть они дают документ, кто-то его подписывает, а документ, допустим, несет смысл, что ты понижаешься в правах, в теории. Документ является векселем, структура трудная, словами это не прописано, что ты, не знаю, обделяешься в правах, пониже в правах. Ну, каким-то образом ты там что-то подписал, и уже правовой статус у кого-то стал ниже. А из этого правового статуса уже как бы нельзя решать эти вопросы, понимаешь? То есть пока в правах народ не восстановится, но есть просто основные такие принципы, как это все происходит. Пока в правах ты не восстановился, я тебе могу дать готовую схему, ты ее напишешь, у тебя она 100% не сработает, и тебе прилетит пошатка от структуры, что ты использовал то, как бы сам не дойдя до этого, и как бы то, что ты еще не с того уровня заход вопрос решаешь. То есть пока как бы, так сказать, нужно научиться работать с документами, с векселями, чтобы через вексель просто решать любой вопрос. То есть если ты хочешь, чтобы кто-то там, не знаю, принял тот факт, что ты являешься источником власти, народ, что тебе нельзя, допустим, штрафовать, нельзя у тебя квартиру отбирать, карточки блокировать, еще что-то делать, ты должен это сделать в виде векселя, чтобы было понятно, кто за что отвечает. То есть ты взял там, написал документ, ты решил, что какой-то правовой статус твой меняется, но кто-то же должен исполнить этот документ, они же должны его получить не просто вытянуть куда-то, а исполнить, понимаешь, то есть они должны быть по векселю, вроде исполнителя конкретно. То есть без как бы практики по векселям никакие вопросы трудные, ну вообще практически не решаются, вот такие серьезные. Особенно где касаются деньги, банки, кредиты, там все это серьезные моменты, то есть эти деньги, они там совсем не хотят, упираются. Поэтому все можно решить, но когда будет понимание, будет практика, опыт и будет лучше восстановлен в правах. Потому что вот смотри, допустим, ты все решил через документы, все вопросы решил, там кредиты, ипотеки, все закрыл. Тебе подходит сотрудник, говорит, вот тебе документ, уважаемый гражданин, там фамилия, имя отчество, получи, что ты нам ничего не должен. И спрашивают, а это ты, там фамилия, имя отчество, то есть тебе надо этот документ отдать? Ты говоришь, да, да, там, я там, все, он тебе документ отдает, а в системе фиксирует. Недееспособный, признал себя фамилией, имя отчество, и они как бы гасят все твои документы. То есть в один миг по одному слову они могут сказать, да, вот все, он недееспособный, он не понимает, что он делает, или он еще не дошел до этого уровня. И что бы ты ни написал ранее, оно все гасится. То есть вот ты отменил кредиты, они, значит, тебе снова говорят, иди плати. Но иногда бывает еще хуже, когда кто-то сорвет хороший шаблон, ну, совсем не понимая, что это такое, шаблон рабочий будет. А система видит, что кто-то не понимает, что он использует, но он это использует. Они как бы сдергивают, то есть они потом берутся, создают искусственные трудности, чтобы кто-то в следующий раз не использовал то, что сам не проработал, сам не понимает. То есть система очень любит как бы наказывать за это. Ну, я конкретно этого не в курсе, но мне очень много народу просто пишут, и они рассказывают об этих случаях. Вот мы там взяли, написали, у нас был типа один кредит, мы его через вексик там отменили, а потом нам пришло там еще постановление о трех кредитах, что якобы мы их брали, хотя мы их вообще не брали, а уже карточки заблокировали. То есть понимаешь, какой уровень ответа системы. То есть ты как бы взял то, что тебе не принадлежит, использовал документ, который ты не сам составил, не сам понял. А система тебе говорит, ну, раз ты используешь чужое, вот мы тебе чужие кредиты еще и навесили. Теперь ты с одним научился разбираться, разберись-ка с четырьмя. И вот народ говорит, все, вот такая ситуация, что делать? Понимаешь? То есть все можно решить, когда будет понимание и практический опыт. Понемножку, потихонечку к этому прийти, самоосознание, с проработкой на каких-то таких небольших вопросах. Ну, небольшие вопросы, например, вот штраф вам за маску. Вот это как бы небольшой вопрос. На нем можно тренироваться, учиться. Я на нем тренировался, учиться. С этого начинал и так далее. Как-то так. Ну, у тебя вот личный опыт есть, практика, что закрыли кредит, или суд отменили, или выиграл суд? Я знаю несколько случаев, да, все было решено. Но там на очень высоком уровне работали и достаточно долго. То есть схема рабочая, несколько примеров я знаю, да, такие были. Но там серьезно занимались этим. То есть проработка, уровень вопросов там, как взаимодействовать с системой, с банком, с судьей и так далее. То есть там, вот ты, допустим, пишешь документ, а они тебе в ответ глупость. Это не значит, что они как бы не поняли, что ты им написал. Это они проверяют тебя. Понимаешь ли ты, как решать такой вопрос? А если они тебя там вот так вот стараются подловить? И вот они тебя пытаются по-всякому. Вот когда совсем тебе никак нельзя подловить, а ты понимаешь и практически делаешь правильные действия, там как бы все зависит от того, восстановлены ты в правах. То есть пока в правах ты сам себя не восстановишь, до какого, кстати, об уровня, вот, ну, такого, который у всех есть, то там вот эти денежные вопросы совсем не решаются. То есть они гасятся. А когда немножко ты это проработаешь уже, что-то сделаешь, хорошее понимание у тебя будет, вот там уже, вот я знаю реальные примеры, да, там уже народ решает вопросы. Но не сходу, не сходу, как бы там все индивидуально, все уникально, вот, ну, успехи. У меня вопрос такой к Игорю. Игорь, вот вы нам объясняли, объясняли по этим подписи, росписи. Вот, допустим, как поступить правильно, когда тебе дают бумагу, полиции подписать, в суду, чтобы не остаться виноватым. Как поступить правильно? Ну, Игорь, говорил, говорил. Я, видно, слушала, так я вот не знаю, вот как правильно подписывать, не подписывать. Галя, Антон у нас столько уже вебинаров провел на эту тему. Ладно, давайте сделаем так. Антон, там… Давай я в двух словах отвечу. Хорошо, давай ответь. Чтобы ответить на этот вопрос, Игорь неоднократно уже сказал, и я в том числе говорил все время, мы протестировали все схемы. То есть первое, с чего я начинал, это вообще не подписывать ни один документ, который тебе подсовывают. Это закончилось плачевно. То есть вызывают двух свидетелей, они пишут за тебя, что хотят, и могут даже потом переделать этот протокол, все это подпишут, и все. Этот протокол зайдет на ура только, и потом на персону будут навешать все эти дела. Второй вариант, это просто… Ну, точнее, нулевой вариант. Это просто расписаться везде, поставить подпись или роспись, неважно, за корючку свою, так называемую. Это тоже не дело, потому что тем самым вы просто признаете, создаете вексель, по которому вы должны, либо на вас переводят, либо еще на кого-то, на персону. И третий вариант, это сделать так, чтобы этот вексель, во-первых, не смогли на вас навесить этот вексель, либо перевести его еще на кого-то, либо сделать вообще вексель, структуру векселя нечитаемой. То есть это, по сути, будет уже не вексель, а какая-то непонятная бумажка, которую нигде, никогда, никто никуда не примет. И мы предполагаем, что их отправляют выше, не в суд, там суд просто утверждает, подтверждает, как арбитраж какой-то. Ставит печать, выносит решение, прилепляет протокол, потом они формируют дело, и вот это дело тоже является некой ценной папкой, которую дальше либо копии, либо еще что-то изготавляют. В общем, отправляют выше в какие-то департаменты, через Москву, в юс-департмент, я не знаю, есть такие слухи. В общем, эти бумажки оформляют, как ценные бумаги. Так вот, чтобы правильно подписать любую подобную бумагу, нужно иметь знание, что такое индосаммитная надпись, что такое лонж, что такое вексель, какие векселя бывают, бронзовый, переводной, простой. То есть, первый шаг – это приобрести знания по вексельному праву. Второй шаг – это осознать все эти знания, как их применять, что где используется, научиться распознавать все эти признаки, где индосаммит, а где просто закорючка. В каком случае можно или нужно использовать надпись «Без оборота на меня», где можно или нельзя использовать надпись «Без акцепта», «Без ущерба» по ЮЦЦ, по морскому праву. Вот эти все знания нужно не просто знания получить, а еще и осознать. Примерный теоретический такой опыт, как, где, что можно использовать. И только потом можно действовать, то есть, желательно протестировать это на каких-то простых элементарных вещах. И только после тестирования вы уже приобретете навык. Навык – это теория плюс практика. И вот когда у вас будет навык, у вас все вот эти вопросы, они отпадут, потому что вы будете сами знать ответы на подобные вопросы. – Благодарю вас. Благодарю за это развеси. – Да, Галина, спасибо. – Подожди, подожди. У нас Андрей Топорков вроде как в эфире. Давай еще с ним поговорим. – Давай, давай. Приветствую всех. Много интересного, конечно, послушал. Могу со своей стороны сказать, скажем, несколько слов. По поводу того, что женщина сейчас задала вопрос, можно писать, что нужно писать, как нужно писать. Я зайду немножко издалека, потому что пытаюсь применять знания именно на практике. И ради спортивного интереса я, значит, через интернет заключил договор на приобретение определенных товаров. То есть там перфоратор захотел себе приобрести. Соответственно, заказал у них счет, чтобы они мне прислали счет. И когда, значит, в мою сторону пришел счет на электронную почту, соответственно, понимая то, что в данном чеке плательщик, векселедержатель и векселедатель являются одним и тем же лицом, то есть векселедатель, получается, просит меня заплатить за него векселедержателю. И так как в публичном договоре офферты, который размещен на данном сайте, размещена информация о векселедерателе, данный договор является акцептом, соответственно, к векселю, то в данном случае у меня нет возможности проигнорировать, скажем так, данный счет, потому что я уже акцептовал, я уже заявил о том, что я буду платить. Поэтому в данном случае остается только один вариант. Это или стать плательщиком, или, соответственно, сделать индосаментную надпись. Я сделал две копии и разослал, значит, первая копия у меня ушла на продавца, я, соответственно, сделал оборотную надпись, согласно вексельного права, я имею право, значит, вексель передать векселедателю, то есть на вексель передателя, как он может на трассата, значит, соответственно, перевести. Я одну копию перевел на данный магазин, потому что это все равно его обязанность, если я, ну, то есть тот человек, которому предлагается заплатить за него, не оплатит, то он, вексель передатель, несет ответственность в течение двух дней погасить платеж. Но так как я уже акцептовал договором, то есть у меня нету такого права, как проигнорировать данный платеж. И здесь же у нас получается с протоколами та же самая песня. У нас получается, что паспорт является безоговорочным акцептом, то есть это договор с некой организацией на то, что нам будут оказываться услуги. Поэтому проигнорировать мы протокол не можем. Нам надо делать оборотную надпись. Это вот я насколько понимаю. А второе, значит, копию второго счета, который мне прислали с магазина, я отправил в ЗАГС. Ну, у меня же есть по свидетельству о рождении должники. Вот я им отправил, чтобы они погасили. Соответственно, из ЗАГСа мне пришел ответ, что мы ничего вам не должны, идите, скажем так, лесом. И вот с этим ответом и с копией, мне не сказать, не с копией уже, ну, копия счета, но оригинал надписью Индосамин. Я хочу навестить нотариуса и заявить, значит, протест о неплатеже. И посмотреть, как будут себя вести должники мои из ЗАГСа. А то товарищи совсем расслабились, думают, что можно взять у нас вексель поддержать, скажем так, в виде медицинского свидетельства о рождении и на все забить. Ну, здесь, я думаю, что такое не прокатит, поэтому на сегодняшний момент я пытаюсь применить практически знания, что из этого получится. Ну, сейчас будем потихонечку запускать и процесс взаимодействия в судах, потому что здесь вексельное право, и оно намного жестче. Поэтому договор у меня заключен. Я со своей стороны, значит, с магазином исполнил обязательства, то есть я им передал ценную бумагу в виде счета, да, с соответствующей Индосаминтной надписью. Товарищи не понимают, что с ней делать, ну, а наша задача научить. Договор заключен, все подтверждения есть, Индосаминтную надпись сделали. Товарищи должны в течение трех дней были передать мне мое имущество. Так как, еще раз скажу, что все ресурсы и полезные ископаемые принадлежат человечеству. Никто не имеет права ими торговать. Нам всего лишь предлагают, просят у нас в долг. Ну, таким вот незамысловатым способом. Кстати, я в крайних роликах... Да, сейчас слышно. Последние две минуты пропали. Да, в последнем ролике, в крайних роликах я упоминал о том, что пытался обналичить чеки. Обратился в банк с требованием, значит, оплатить чеки, так как я понес затраты на изготовление своего навеса дома. Принес, значит, несколько чеков. Соответственно, у меня приняли как обращение. Сказали, что на днях ответят. Прошло буквально два дня. Звонят мне с номера 900, значит. Спрашивают, а что вы хотите? Хотите, чтобы банк вам заплатил? Но на тот момент я неправильно, скажем так, сформулировал вопрос, потому что я не знал, кто является плательщиком по данным чекам, потому что там не указан банк именно плательщика. И я просто у них заказал, я говорю, чеки эти на инкассу. То есть банк должен сам найти плательщика и, соответственно, оплатить. Но инкасса заказывается, если банк-плательщик, соответственно, иной, и в другом городе платеж. Оператор сразу сказал, я поняла, и, короче, прислали мне там какую-то отписку, что Рафик не виновник, пошел нафиг, ничего платить не будем. Я на этой же ответе прям красной ручкой написал протест. Также в Сбербанке, значит, оформили как обращение. Через два дня мне уже приходит более-менее нормальный ответ, что мы не можем платить третьему лицу. А теперь самое интересное. Векселя, чеки это переводные векселя, они могут передаваться только по оборотной надписи. Так вот, я подал чеки. Один чек, значит, был оплачен с карты жены, то есть она является векседержателем. А второй чек я платил наличкой, но к нему был прикреплен товарный чек. А товарный чек, значит, я использовал карту своего знакомого на скидку. То есть, соответственно, банк мне сказал, вы, третье лицо, индосамитной надписи нету, что платить вам, поэтому мы вам платить не будем. Ну, понятно. Немножко неправильно зашел. Мне надо в Сочи ехать именно конкретно в отдел, который занимается векселями, чтобы там уже это все обналичивать. Никто от нас этого не скрывает, а все, я так понимаю, работают в полном объеме. Наша задача всего лишь этот процесс запустить. Поэтому в ближайшее время, что связано с... Опять связь пропала. Ну, то есть, Андрей показал на практике, что эта тема рабочая, единственная ошибку совершил в самом начале. То есть, он чеки приложил, которые были оплачены не им, не банком, не ЗАГСом, а именно вот, то есть, третьими лицами. Это знакомый и жена. Да, вот Андрей зашел. Вот. В ближайшее время я хочу сейчас, я говорю, обратиться в суд. Значит, во-первых, по правам потребителя, во-вторых, по вексельной теме, что товарищу я оплатил, значит, за инструмент, а договор товарищи не хотят исполнять. И посмотрим, как будет вексельное право работать в отношении данных торгашей. Потому что процесс-то, в принципе, идет. Мы с вами путем проб и ошибок учимся применять, значит, знания. Хотел бы еще поделиться не своим опытом, но чужие, скажем так, наши соратники, которые постоянно со мной на связи, там какие-то вопросы решаем, нет-нет. На днях он мне позвонил, говорит, у меня в аресте автомобиль находился с апреля месяца. То есть я там и писал, и куда только, и прокуратуру, и ФСБ. Короче, ГАИ на меня полностью забивало. Я, говорит, случайно нашел копии протоколов, они у меня дома лежали. Я, говорит, на них написал то, что ты мне когда-то говорил, что принимаю за ценность, возвращаю как ценность. Говорит, наклеил марку, что там, говорит, там подписал, что подписал, не помню. Ну, короче, в письмо и отправил. Через три дня мне, говорят, перезванивают с ГАИ и говорят, приедьте, заберите автомобиль. Говорит, я, честно сказать, был очень удивлен. Но факт в том, что автомобиль отдали. Вот такой вот опыт у человека есть нам на будущее тоже. Поэтому как вариант надо пробовать все методы. По поводу того, что паспорт является безоговорочным акцептом, ну, это уже и так становится понятно, потому что, знаете, когда человек просит, что помоги, меня вот тут, значит, гаишники там остановили, еще кто-то, и там пытаются навязать там сколько-то дней отдыха. При этом человек достал водительское удостоверение и показал. Говорит, ну, они же с меня просили, говорит, там, угрожали. Ну, факт в том, что водительское удостоверение, насколько я понимаю, это договор присоединения к договору в виде паспорта на оказание услуг. То есть безоговорочный акцепт. И то, что мы там... Опять его выбил. Да, есть такое мнение, ну, пока он подсоединяется, расскажу, что в паспорте присутствуют две росписи. То есть слева некая закорючка, непонятно от кого, со стороны ОМВД от имени Российской Федерации. И справа там личная подпись, да. И смотря, какие надписи еще там народ делает, и кто-то пишет по ЭЦФБА, то есть под принуждением, кто-то пишет без акцепта, кто-то вообще всю страницу расписывает там и ЮЦЦ, и без оборота на меня, и все на свете пишет. И народ говорит, что это чудеса происходят, ничего не могут сделать, потому что смотрят паспорт, и там четко написано, что акцепт на самом деле не безоговорочный, а я его просто не принимаю. И тоже народ присылает это. Примеры чудеса происходят. Безоговорочный акцепт паспорта является, да, то есть получается на сегодняшний момент вот люди, говорю, обратились, называют себя там человеком в суде, говорят, что не акцептируют договор, но это все игнорируется, потому что достается форма 1П, и она, я так считаю, является, во-первых, с соглашением на обработку персональных данных, а вторых... Опять пропала связь. Форма 1П. Да, что народ только не делал, там, утрату, тибутирую паспорта делали, снимали персону с регистрации, и все равно, когда, допустим, там отлавливали, заводили в суд, они просто распечатывают форму 1П, хотя копия формы 1П не является удостоверяющим личность документом, а все равно ее распечатывают, и по ней прям это персону судят. Ну, то есть, именно первичная форма 1П является вот этим, так называемым, безоговорочным акцептом. И нас на этой форме 1П поймали очень давно, примерно в 2003 году, плюс-минус там год, максимум два плюс, то есть, всем под угрозой, под принуждением старались и обязывали поменять паспорта с СССРовских на именно ИРФовские, через заполнение формы 1П. Та самая первичная форма 1П. А как-то можно избавиться от этой формы 1П? Ну, есть же какие-то способы, если потерял паспорт, заводишь новый, и там не расписываешься? Я слышал, то есть, народ заходил издалека. Сначала пробовали, писали, в общем, волеизъявления на то, чтобы хотя бы им просто копии предоставили всех форм 1П. Их там бывает 2-3, у некоторых по 10 штук, потому что меняли там фамилию Девичью, там несколько раз замуж выходили, потом еще паспорта меняли. То есть, до 10 форм 1П примерно. Им выдают все, кроме первичной. Потом пришел опыт, что все выдали копии, именно копии, и только лицевой стороны. Потом пришел опыт, что кому-то выдали и лицевой, и тыльной стороны. То есть, тыльная сторона тоже очень важна, потому что там в 18-м пункте вписывается опекун данной персоны. Подожди, Андрей, я договорю, он тебя часто вырубает. Потом пришел опыт, что, насколько я помню, Наталья Рыбкина, ей вплоть до того, что когда ей копии все эти выдавали, ей удалось добиться, чтобы ей сами оригиналы в форме 1П, по-моему, три или четыре штуки у нее там, ей все оригиналы вместе с копиями выкатили. То есть, для свирения копии с оригиналом. И она их прямо держала в руках. Ну, насколько мне известно, в принципе, это, не знаю, по идее, можно попробовать. Я не знаю, возможно это или нет, кому-то удалось просто взять и забрать этот документ, потому что он, там персональные данные находятся, и человека, и по идее, можно и оригиналы забрать, и копии. Да взять, порвать прямо там уже. И все. А зачем рвать? Это же ценная бумага. А, ну да. Андрей, есть связь? Так. Ну, давай к Игорю обратимся. Игорь, есть что добавить? Рвать-то нет смысла. Вот ты возьмешь оригинал в форму 1П, сожжешь ее в отделе, скажешь, свидания дорогие, форма 1П не существует. Вот, а у них есть копия. Они распечатали копию, вот, они ее заверили, а по конвенциям векциям заверенная копия векции имеет силу векции. Они говорят, нет, но форма 1П у нас. То есть, забрать, уничтожить, это не сработает. Вот. И систем-то их удалить своих не заставит. Из база, из реестров. Нужно решать вопрос как-то по-другому. Ну, то есть, он не физически решается, то, что там, я там отберу, заберу там. Но нужно решаться как-то более грамотно. Но перед тем, как решать вопрос, нужно вообще разобраться, что же это такое. То есть, скорее всего, это векции, переводной векции, и нужно понять структуру. Пока нету понимания, как бы ты пытаешься решить вопрос с тем, что не знаешь. Ты просто понимаешь, какая-то опасность у этого документа, в общем, что-то в нем не так. А какого-то конкретного понимания нет. Допустим, решил ты вопрос, потом тебе подходит, говорят, вот, на, подпишись где-нибудь, на что-нибудь. Ты подписался, а у этого документа смысл будет такой же, как у формы 1П, например. То есть, ну, просто будет другой документ, другие слова, смысл такой же. То есть, неумение видеть структуру позволяет как бы решить вопрос, а завтра тебе кто-то подсунул новый документ, и ты уже вошел опять в эту игру. То есть, любая подпись, этого достаточно, чтобы войти в игру. То есть, сразу акцепты и сразу последствия. А смысл документа, он выражен не в словах, в основном в структуре. Без понимания, как бы без умения видеть структуру, вопросы не решаются. Если ты даже решишь их, но одной системы решат, что ты решил, как бы его не обоснованно, они тебе завтра же подсунут другой документ с равнозначной последствий. Поэтому тут вопрос решается только по пониманию. Ну, а вообще сейчас вопрос как бы более серьезный, на самом деле, не какие-то там штрафы, банки, кредиты, это все мелочи. Ну, есть там банки, есть, ну, хорошо, хорошо. Сейчас, понимаешь, хотят программу сокращения средств и проводить по всему миру. Весь мир готовится. То есть, они подготовятся по этапам. То есть, это глобальная мировая программа. Сейчас как бы надо восстановиться в правах. То есть, пока народу нету, хозяев земли, которые там начнены правами, их нельзя не трогать, не что-то с ними делать без их там согласия и так далее. Пока вот все находятся в пониженном статусе как население, то есть, непонятно кто. А в основном все называются физическими лицами, гражданами, то есть, это бумажка. То есть, бумажка, с ней можно делать все, что угодно. Ее можно сжечь, вытянуть и так далее. То есть, пока народу статус документов, то есть, как бы все неживые, с ними можно делать все, что угодно. И поэтому они могут проводить все эти процедуры, и как бы это может быть в какой-то момент в жесткой форме, какие-то вот карантины, военные положения, все что угодно могут придумать. Если не будет народа восстановленного в правах, которые умеют решать вопросы, то есть, если в каком-то, не знаю, там, городе, например, нет ни одного в статусе живого с правами и так далее, они могут заключить какую-нибудь там вышку, не знаю, на какой-нибудь чистоте, и чистота будет всех там угнетать сильно. А если есть кто-то, в отношении кого этого нельзя делать, и хотя бы один такой живет, они уже не посмеют это сделать. То есть, задача восстановиться в правах и сделать так, чтобы система знала, что ты конкретно наделен правами, вот с тобой нельзя поступать как-то непонятно. А если один восстановился, он другому расскажет, другому научит, там, родные есть, в семье, там, кому-то еще расскажут. Понимаете, задача, чтобы было много грамотных, компетентных, вот, и реально хозяев, земли, суверенов, то есть, монархов, там, ну, монархов, это такое слово красивое, многие не понимают его, но просто это тот, кто понимает, как это решать, эти вопросы решает сам. То есть, система говорит, там, гражданин должен ходить без маски, вот, а тот, статусе монарха говорит, я сам решаю, там, что будет делать мой гражданин, тем более гражданин, это бумажка, вот, то есть, все вопросы сам решает. То есть, когда будет много самостоятельных, вот, просто времени немного, я думаю, примерно, там, не больше года до каких-то жестких событий. Вот, как они только объявили карантин, и все сразу напряглись, вот, а потом, видишь, пошел отказ, вроде как улучшение, там, сейчас они обманом всем говорят, идите, там, уколитесь, что-то сделайте, так, всех заманивают. Когда достаточное народу количество туда придет, они потом уже включат жесткие меры. Сейчас все ходят делать уколы, для чего? Чтобы вот, система могла с ними жестко манипулировать. Сначала они всех, так, уговорами, там, сказками заманивают в этом, а потом будет жесткая фаза, ну, я так предполагаю. Поэтому сейчас, как бы, нужно концентрироваться на другом, нужно концентрироваться на том, как осуществлять свою власть непосредственно, вот, и не поддаваться ни к каким провокациям. Вот. А вопросы деньги, банки, там, кредит, ипотеки, ну, это как бы все существенно, важно, но это не настолько существенно, как вот эта вот программа, которую они вот во всем мире уже два года ведут. То есть, когда-то это должно перейти в такую более серьезную фазу, так я предполагаю. Я теперь понял, вот ты говоришь про отсев, про ту самую жатву, я полгода назад об этом говорил, сейчас многие об этом говорят, и даже вот Сергей, думай, и сам он хоть там на Ютубе об этом не вещает, но от него тоже идет информация, что идет конкретный отсев, то есть, будут оставлять тех, у кого есть воля, кто способен проявлять волю. Есть воля, значит, есть творческий потенциал, значит, есть задатки творца, то есть, есть тот самый стержень человека, те человеческие качества, которые человек способен проявить. То есть, в будущем мире нужны будут только люди, способные проявлять свою волю и самостоятельно справляться со всеми проблемами, самостоятельно изучать, осознавать, изучать и действовать самостоятельно. А те, кто привык действовать по указке, ну, я предполагаю, что вот технология 5G, которая, я не мог понять, почему 4G вещает волнами, да, то есть, вокруг себя, а 5G уже фокусирует эту волну в форме луча и может конкретно в район примерно 10 сантиметров подать определенный сигнал. То есть, будут, если будут так называемые вышки 5G включать, ну, якобы, на выключение, да, на какое-то воздействие, то их будут включать точечно, индивидуально, я так предполагаю. Так, Антон, очень много вопросов, еще пишут на Ютубе очень много вопросов. Давай в чате ты зачитай для Игоря, а я сейчас буду с Ютуба перебрасывать сюда в чат, хорошо? Добро, сейчас читаю. Так, всем здравия, здравия, пишем вопросы по векселям. Так, а если на нем не написано вексель, то как доказывать, что это вексель по формальным признакам? Первую, вторую статью Конгресса 1930 года читаешь там в первом случае восемь признаков, во втором случае три исключения. В главе складываешь картину, как эти две статьи взаимоввязываются и ищешь эти признаки. Но слово вексель может отступить, от этого документа всего документа не теряет. Если есть, значит, все по этим двух статьям. Но слово вексель может быть любым равнозначным, то есть долговое обязательство, должен, долг, обязательство, обязанное. Любое равнозначное слово подойдет на русском признаке. Поэтому что-то такое можно найти. Мне кажется, так. Так, Игорь, просьба объяснить закрытие почтового извещения, гашение маркой почтового извещения. Марк, вы особо ничего не погасите, и задача почтового извещения, это почта берет акцент, то есть что вы приняли. с этим нужно работать, мне кажется, правильно, то есть сначала вы взяли, приняли, потом открыли конверт, потому что вы не видите, что вы понимаете, вам как под в мешке, то есть на конверте написано одно, а в конверте что-то другое. Конверт открыли, посмотрели, там уже решается, что нужно делать. Либо принимать, либо не принимать предложение. То есть вексель, это предложение, вам предложили, вы через почту акцентовали. Если вот народ не будет акцентовать через почту, то система действует зеркально, то вы им будете слать, они тоже не будут акцентовать. То есть тут нужно как бы уметь работать. Ну, поначалу, мне кажется, кто это все осваивает, кто хочет научиться разбираться, халкурить вообще нельзя. То есть надо делать максимально много и максимально качественно. Если кто-то будет хотеть решить вопрос вот такой вот, типа волшебной фразой такой, то скорее всего это работать не будет. Вот мне так кажется. Ну вот как раз следующий вопрос про волшебную фразу. Где стоит писать отказ от акцепта в протоколе? Там целая схема. Там не то, что отказ от акцепта, там нужно понимать всю структуру. То есть нужно разобрать настолько, чтобы ты понимал всю структуру векселя, всю цепочку, которые специалисты, которые его придумали, заложили в документ. Ты понимаешь, что там изначально в любом выгода у персоны должна быть, скорее всего, если это какая-то несерьезная ситуация, типа маска, вот там точно так. И понять все. А отказ от акцепта, это если ты уже акцептовал. То есть подписался, тебе либо копию отдали, либо ты сфотографировал. Потом дома посетил и понял, что на месте ты неправильно понял. То есть ты не так подписал, как хотел. Потом у тебя есть возможность сделать отказ от акцепта. То есть если ты уже акцептовал. Если ты еще не акцептовал, ты его можешь акцептовать как нужно тебе. Ну или вообще не акцептовал. Все зависит от того, какая структура. Может быть там все в твою пользу. Я не исключаю, что и такие документы могут быть. Какая-нибудь одна подпись там личная. Ну и все. То есть надо понимать. Из понимания, из умения видеть структуру как бы идет решение всех вопросов. Вот как Антон сказал, они не шаблонники. У них столько протоколов, они все разные. У каждого конкретно, не знаю, подразделения, полиции, организаторов, перевозок, а вот еще. У всех разная структура. И в каждом случае нужно действовать индивидуально. Но как только народ прочувствует одну структуру, они сразу же ее поменяют. С ним это нетрудно. Они посидят там два часа, переделывают структуру на абсолютно новую. Вот и все. То есть как только народ научился писать фразу без оборотов на меня, сразу всем стали давать выгоду. Народ пишет, без оборотов на меня, значит, народ выгоду отдал, а выгоду народу возвращать нельзя. Система мгновенно реагирует. То есть как только это попадется в народ, что что-то так, они сразу же поменяются. То есть шаблон ни один в них работать не будет. Только, может быть, индивидуально взаимодействовать. Вот как-то так. Путь, который я прошел, восемь задержаний плюс психушка 62 дня. И в течение вот этого всего пути я замечал, что вокруг присутствуют некие люди в капюшонах. Они не показывали лиц, но это были мужчины в основном. То есть они где-то при задержании присутствовали, где-то при доставлении. То есть они наблюдали и, я не знаю, возможно, они консультировали тех, кто непосредственно со мной общался. Я предполагаю, что это именно были те самые кураторы от системы, которые собирали информацию и давали непрямые указания, чтобы мне давали новые уроки, не те, что были ранее, с учетом тех слов, которые я произносил. Потому что каждый раз, когда я придумал что-то новое в плане решения данной ситуации, мне тут же там на следующий день или через два дня давали ту же ситуацию, только под другим соусом. То есть совершенно по-другому и система перестраивалась. То же самое заметно во всех документах, во всех схемах. И многие говорят, вот с блогерами общаюсь, они говорят, мы устали давать людям готовые варианты, потому что как только они применяют где-то, и система тут же перестраивается, и потом уже звонят и говорят, это не работает, потому что мы попробовали, не работает. А первый вариант сработал. Но это не значит, что у всех дальше получится, потому что система перестраивается и каждый раз готовит новые-новые варианты. И это все создано именно для того, чтобы выявлять тех, у кого хорошо развито соображение, кто готов соображать на лету. Народ там вообще очень сильно издевается, я считаю, незаслуженно. То есть если бы с детства всему этому учили, понимаешь, большинство было бы в курсе, большинство. То есть они специально же вот эти дуры сидят по телевизору, в школе там, в институте, везде одни. Глупости навязывают, программирование идет по глупости. То есть сейчас понимаешь, кто-то понимает вообще что-то, это значит уникальные, которые не поверились спустя много лет, вот этой пропаганды и всего остального как-то нашли возможность осознать. Большинство сейчас в системе как бы всех подталкивает, что вы должны большинство понять, что что-то не так. То есть если там есть какие-то выбранные органы, им что-то там доверили, что-то делать на пользу народу, они делают только какие-то бреды. Народ вообще никак не доволен, не живет ничем. Они смеются, там издеваются, сидят. То есть до какой-то степени надо всех довести, чтобы все стали как-то понимать, что что-то не так. Начали самообразовываться, изучать, не сказать, что кто-то знает, как это делать. То есть тот, кто знает, он там в системе сидит. Он там под какими-то подписками, ему рассказали, как это все использовать, как это работает. Но они как бы уже там обязательства находятся. Если хочешь быть свободным, да еще и применять все эти знания на свою пользу, значит только индивидуальная проработка. А когда кто-то видит там, например, на таком серьезном уровне работаешь, и тебя решили, что у вас в городе пока только один такой, кто готов там все это делать. Они тебя решили натренировать. А как? У них это без разницы. Как считай, как службу в армии или еще что. Можешь не спать, можешь не есть, могут пить, проходи уроки. Вот если тебя выбрали, ты сам назначился сам, что будешь сам вышел в эфир, сам стал все это делать. Вот они решили тебе помочь как бы так экспресс-курс про это, поскорректировать. Ну да, я к ним изначально как к учителям относился, поэтому и благодарствовал за все. Ну как бы тут сказать, благодарны нам быть за конкретные какие-то вещи. Иногда там они просто пакостят, откровенно спьются, издеваются, то есть всякие-то эти левые с кем-то. Система сейчас управляет как бы две силы. Одна светлая, одна темная. Светлая она как бы так издалека заходит, вроде как, повышением грамотности, там хоть немножко. А темные они жесткие, они жесткие, у них есть свои цели, свои задачи, они знают, что у них не получится в этом опять провести их до конца. Но они максимально хотят плохо сделать на население планеты, то есть народу, всем остальным. Сколько они успеют? Нет, нет, нет. Тут нет цели причинить боли и страдания. Тут цель воспитать богов. А как сделать из человека бога, дав ему все знания, все познания, все мироустройство? А как научить человека распознавать правду и истину? Только через ложь и страдания. То есть дают, как в сказке, сначала мёртвой водой окропляют, а потом только живой. То есть сначала должен познать вот эти весь обман, все страдания, чтобы потом научиться видеть чётко и отчётливо правду и истину. По крайней мере, народ осознанно их сюда не приглашал, этих зарубежных управляющих к нам на землю, отвести тут свою учёбу. То есть у нас есть свои, если бы они хотели, они могли бы что-то сделать. Но мы видим, что сейчас управляйки зарегистрированы на ЮПИС, на ДНП и так далее. То есть есть подотчётность туда уходит. Понимаешь, то есть как бы суверенитета страны, государства, там, не знаю, его пока ещё нет в таком полном масштабе. Сейчас как бы идут много всяких процессов, но тёмные всё равно, конечно, я считаю, что им нельзя так позволять всё это делать. Ну а кто им запретит? С другой стороны. Должностные лица, они что, они там, они под какими-то подписками, они там под зарплатой, они так же говорят. Ну а что мы будем делать? У нас семья, надо кормить, мы вынуждены там вас всех ходить, штрафовать нам и выписывать эти векселя. То есть пока народ, который реально свободный, который может делать всё, что хочет по своему усмотрению, не научится это делать, никто защищать другой не будет. А полицейские, они все по указу работают. Приказ поступил охранять, будут охранять, приказ бить, будут бить. А потом будут говорить, это приказ, у нас такая работа. То есть понимаешь, всё от указки идёт. Просто указка должна идти от народа, который на благо действует. Тогда как бы будет всё хорошо. Народ должен реагировать и проявить себя как живой народ, потому что пальцем будут тыкать до тех пор, пока не последует реакция. Пока не скажут, ой, мне больно и не тыкай меня или пока не начнут уворачиваться. Либо в ответку пальцем тыкать. Так, вопрос. Сохранится ли эфир? Да, запись идёт со стороны Сергея и я тоже записываю. Будет и на его, и на моём канале. Так, пример правильного векселя к приставам как разработал. Вопрос к Игорю. Пример правильного векселя я постоянно показывал это структуру векселя. Пример правильного векселя это вексель пристава. Ты смотришь на вексель пристава, разбираешь его структуру и видишь, что эта структура правильно рабочая. Они используют рабочую схему. Просто они не всегда такие понятные и простые. Поэтому разбери схему, какую из рабочих документов такого системного, и вот у тебя будет рабочая схема векселя. Так, опять же к тебе вопрос. Получается ли у тебя решить вопрос с векселем по ЖКХ? У нас нету ЖКХ, у нас пока собственности такой нет, поэтому за других это не получается решить, а конкретно у нас пока нет. Поэтому в теории мы предполагаем, как это можно сделать, на практике возможности отработать. И надо так. Кто-то, кто вкладывает в ЖКХ, возможно, на ЖКХ научится, отработает. Но там смысл не такой простой, как может показаться. Так, Андрей Томилин. Антон, ты говоришь, что система перестраивается, но законы, по которым действует система, остаются такими же. Этот вопрос непонятен. Было бы понятно, если система меняется и законы меняет. В смысле, законы не меняются. Тысяча всяких постановлений, законов каждый день в этом, как сайт называется, gov.ru или как там, или gov.rf, не помню, где все правовые акты, их там больше 8400, что ли, и они каждый день меняются, видоизменяются, дополняются, поправки, вы что, система постоянно перестраивается. Вон, два года назад все начали получать паспорта, даже три года назад, начали менять паспорта, получать без росписи, без подписи. Так что, система ровно через год перенастроилась, новый регламент вышел, 731-й, все поменяли, обязательно подписываться надо. И про цвет ручек тоже среагировало, прописали, что именно черный либо фиолетовый. Все меняется. Просто на законодательном уровне это выглядит более пролонгированно во времени, то есть более длительно этот процесс занимает. Пока до верху дойдет информация, пока они там подумают, пока все согласуют, пока закон выпустят, пока его утвердят и опубликуют, пока начнут применять, вот это время проходит. А на человеческом уровне один на один это происходит мгновенно, то есть ты кому-то что-то рассказал, он с учетом этого там, не знаю, поспал один-два дня там что-то себе подумал и там через два-три дня он тебе уже новые задачи дает, совершенно вроде та же самая задача, но совершенно другие условия. Так, вопросики. Вроде все прочитал. Так, вот еще один. Меня перевели на оплату за газ по сечению трубы, потому что я по их требованию не заменил газовый счетчик. Вышел срок действия. Кто должен нанести материальные расходы по замене счетчика? Интересный вопрос. Понятия не имею. Антон, там выше еще несколько вопросов было. Вот перед тем, как тебе задать там выше, по Мотопоприо, Проприо, документ вот этот, что-то пишут, про 1П форму. Видишь? Я вижу, просто написали. Знак вопроса не поставили в конце, значит, неосознанно задали вопрос, если это вопрос. Потому что если это вопрос, то в конце ставят знак вопроса. И даже по тексту я не вижу, что это вопрос. Ну вот, Антон, источник, где можно изучить информацию про векселя. В интернете много, но как понять, что это правильная информация? Ну, на канале у Игоря можете посмотреть, у Антона тоже. У тебя же есть тоже, по-моему. Антон. Да, у меня много видео про векселя. И с Игорем мы два интервью записывали, и с Топорковым, и с Андреем, товарищ Сталин 2.0. То есть, по векселям мы это все обсуждали. И более того, в прямых эфирах я тоже рассказываю про векселя. Насколько мне известно, первичные документы, это конвенция о векселях, и советское законодательство тоже можете почитать. Кто ищет, тот найдет сам. Кто не ищет, тому хоть в руки, да, все равно не найдет. Больше надо смотреть про практики. Вот Андрей правильно сказал, говорит, он попробовал, сделал что-то. Через некоторое время ему пришел ответ. Он его не устроил. Он проанализировал, что он сделал, какие были успехи, какие там неудачи. Вот, сделал какой-то вывод. И в следующий раз сделает уже лучше. То есть, он найдет методом проб, как бы своих действий, правильный подход. Потому что, если его в теории изучать, изучать на практике все по-другому. То есть, как сказать, надо чисто своим путем идти. Друзья, ну у меня вопрос самый такой глобальный. Все-таки есть люди, у кого получилось векселем закрыть долги перед ЖКХ, перед банком, там, судом. Вы знаете такие примеры? Естественно. Все билеты Банка России закрывают кредиты ЖКХ и остальное. Вексель работает. Только он и работает. Да, да, да. Вот это самый главный вексель, который у всех в кармане есть. Называется Бибарик. Золотом. Я не знаю, кто платит. Золотом и серебром. Хотя можно купить и золото, серебром, монеты, скидки. Все вроде векселем закрываются. Ну вот Михаил из Кисловодска пытался получить рубли, либо внести рубли в банк, то есть настоящими деньгами, российским рублем. Как оказалось, это почти невозможно сделать через Сбербанк, потому что там и полицию, и психушку вызывают, и экспертизу отказываются делать. То есть они ни в какую не хотят признавать, что Бибарики – это всего лишь долговая расписка. То есть билет Банка России, он ничем не обеспечен и не является рублем по факту денежным платежным средствам. Вот это на практике проверяется. И когда вы видите Бибарик, это на самом деле по всем признакам это вексель, долговая расписка в размере 10 рублей. Они готовы выплатить, допустим, у вас Бибарик на 100 рублей. Это о чем говорит? Что это долговая расписка размером на 100 рублей. Вы, по идее, можете прийти в банк и потребовать по этой долговой расписке истребовать 100 рублей за серебром или золотом. Но по факту этого не происходит. Потому что как только это произойдет и кто-то это снимет на видео, все поймут масштабом мана в масштабах всей планеты. Так, Игорь, приставы от тебя отстали? Да, они не особо приставали. Надо как бы разбираться с вопросами. Сейчас мы больше тратим время на эти деньги, банки, то есть иногда как бы этим занимаемся. Сейчас мы больше всего путем восстановления прав. И как это сделать так, чтобы другие тоже могли освоить. Я просто чувствую, как время с рукой и система мир меняется. Сейчас наша задача больше передать информацию тем, кто в ней действительно нуждается, кто может это применять. То есть если я сейчас решу один сам все свои вопросы, это никак не поможет тому, что должна быть система, то есть народа, чтобы много было тех, кто ведет свою систему, управляет своим непосредственно имуществом, страной непосредственно и так далее. То есть если замещающие должности отказались управлять страной и отдали управление страной каким-то домохозяйкам и столковым охранникам и продавщицам, и те указывают, кому надо вакцинироваться, кому надо маску носить и так далее, то они сложили себя полномочия. Они сказали, вот теперь, значит, эти управляют страной. Если вам не нравится, что ни те не управляют, ни эти управляют, вы должны сами управлять. То есть только вы сами можете делать как бы грамотно. Вы понимаете, что нужно, кому нужно и как далее. но вы не можете дать инструкцию. То есть должностные лица работают по четкой инструкции. Они должны получить вексель, расшифровать и понять, что они должны сделать то-то и то по структуре документа. Тогда, возможно, они это сделают, если они будут уверены, что они вас признают начальством. То есть народ – это начальство должностных лиц. То есть если факт признания будет, тогда они будут исполнять вексель. Если факта признания нет, то они его не исполняют. Вот Лиза хороший пример придумала. Представьте себе, что мы все это рассказали к пятилетнему ребенку. Он приходит к маме и говорит «Мам, пап, я узнал, что там эти родовые счета у вас в Сбербанке открыты мои. Дайте-ка мне мои деньги. А вы, дети, езжайте на дачу жить будете». Родители говорят «С ног там, ты молодец, конечно, все хорошо, но так не работает. Ты еще маленький, ты так делать не можешь». Счета есть, деньги для ребенка есть. Все на самом деле так. Но родители говорят «Ты еще маленький, мы тебе не позволяем». Так вот те, кто управляет счетами родовыми, они спорят и говорят «Нет, друзья, вы еще себе там ни себе пользу, ни другим принести не можете». То есть управлять вы не умеете этим самостоятельно. Поэтому пока что все, что вы делаете, это хорошо, но в качестве как бы вашего личностного роста как ребенок растет, растет, и вот и вы тоже растете, растете. Когда вы дорастете до какого-то хорошего значения уровня, вот там уже поговорим. То есть примерно вот так вот. Хороший пример, который понимает как система ко всем относится. Они говорят «Недееспособный». «Недееспособный» это ребенок. Он еще не понял, как писать документы пикселя. Писать еще не научился. Кажется, что что-то умеет, но ничего по факту пока нет. Как научится, как станет «Дееспособным», как это докажет какими, не знаю, своими действиями, так может быть, что-то там уже и начнет проясняться. Переводя на русский взрослый язык, могу добавить, что вот этот пример шикарный, конечно, и переводя его на 20 лет, 30, 40, 50 вперед, можно сказать, что многие из тех осознанных, с кем я общаюсь, да. А у меня в моем окружении в основном все осознанные. То есть я понятия не имею. Мало кто носит так называемые тряпки, да, там мало кто делает уколы. Но даже среди этих людей мало кто умеет правильно разговаривать, соображает, что можно говорить, что нельзя. Некоторые матерятся, некоторые, вот, пригласив прямой эфир, на второй-третьей минуте запорят прямой эфир. Поэтому еще трудиться и трудиться многим над речью, над поступками, над мыслями, над поведением. И вот когда этот уровень повысится, вот тогда еще можно, может быть, можно будет подумать о том, чтобы какие-то там, не то что счета, хотя бы просто признать его, да, что он осознанный. Среди тех же, таких же осознанных, ну, я четыре года назад слышал, что есть некие комиссии, которые под видом там психушки или какого-то собеседования или еще чего-то приглашают, разговаривают и проверяют уровень осознанности. И если человек реально осознал, они ему в конце беседы раскрывают все, всю правду и дают статус осознанного. И признают его осознанным. И он, в принципе, имеет уже право в такую же комиссию входить. Так вот, я вам скажу, мало кто... И мне говорили, слухи доходили, что многих после таких вот комиссий, да, вопросы задают настолько компрометирующие, настолько все знают про человека, который, ну, от которого экзаменуют, что его могут довести до того, что он просто психушку уедет. Ну, на самом деле. Ну, то есть человек, не все выдерживают психически провокационные вопросы на осознанность, на устойчивость психики, на раздражительность. Потому что, вот посмотрите, ну, допустим, вот у меня... Я же начинал с видеопоходов, да, в эти всякие налоговые, там, МВД. И попробуй, там, когда с левой стороны, там, у тебя одна тетка говорит постоянно, справа другая. Тебе нужно камеру держать, следить за звуком, следить, кто где находится. Еще раз разговаривать, правильные слова выбирать, думать, что ты сказал, что сейчас говоришь, и что в будущем будешь говорить. То есть, ну, такая поле для деятельности, для мозга. Мозг загружен на все 100%. И, возможно, где-то там еще подпитка идет. Поэтому, ну, вот, переводя на русский язык, да, многие не созрели для счетов. Ну, дай сейчас любому, там, триллион рублей, и посмотри, что он будет делать. Многие на себя просто потратят. И раздратят и тело, и душу, и, возможно, можно в ближайшее окружение. Ну, как-то так. Так, давай следующий вопрос. Игорь, как насчет, если снялся с регистрации, как устроиться на работу, машину на учет поставить? Ну, если кто-то снимает паспорт с регистрацией, я не знаю, должна быть какая-то конкретная задача понимания. Так, по сути, не в этом вся проблема. Это минимальнейшее из всего чего, и то мне только предполагается, что там дело в юрисдикции. То есть, если был бы адрес регистрации не в римской юрисдикции, а другой там, не знаю, морской юрисдикции, то есть, документ морской и адрес морской. То есть, статус просто недееспособного не было. Есть такое предположение, что в римской юрисдикции персоны Каптоком недееспособны, а в морской, это наоборот хороший статус. Вот. И мне кажется, проблема только вот, ему надо перелигистировать. То есть, если вы не хотите, но это сделать, он может только через век, если опять понимание, грамотная структура и все остальное. Сейчас мы просто не обсудили такой важный момент про конкурзентные действия. То есть, у них везде только в рамках морского права. То есть, это морское право, это где права человека, там, божественный уровень прав, все остальное. Римское право, это уровень гражданина, достаточно низкий уровень. Вот. В римском все статично, так, а в морском это предложение. То есть, сегодня вот вы решили повысить эту правовую статус, вы говорите, через век, сайтовать кого-то, вы будете считать, что теперь вы такие-то и такие-то. Если они акцептовали, они приняли, значит, они теперь будут считать, что вы такие-то и такие-то. То есть как народу установится в правах? Надо вот так поэтапно сделать предложение. Давайте, как вы будете нас снова считать народом, они граждане. Да, хорошо, предложение приняли. Они могут этого не сказать, они могут подписаться в вашем вексе в нужном месте. Вы потом скажете, вы приняли, значит, исполняйте, пожалуйста, будьте добры. Но они все это очень хорошо знают. Но вопрос в том, что комплюзентные действия. В морском праве нет ни одной услуги бесплатной, то есть там только взаимообмен. То есть если они признали что-то, они могут за это потребовать денег. То есть они могут сказать, что мы пока вас признавали народом, вы так много этих мозговых, значит, обстоятельств совершили, что столько сил потратили, что нам нужно это компенсировать как-то. А как это? В морском праве они торгуют, то есть деньгами, вот, инклюзентными действиями каким-то образом. Я знаю, вот Андрей там про чеки рассказывал, марки, не знаю, какие-то варианты. Но надо это думать над этим вопросом. То есть какой-то, значит, подарок с вашей стороны должен быть им взамен. То есть они вот признают вас народом, они так сильно, у них трудно это выходит, что они столько сил тратят, что им нужно хотя бы шоколад подарить, грубо говоря. А если вы им ничего не подарили, у них просто возникает право с вас что-то стребовать. То есть если сделка закрыта, как вы говорите, вексик багаж, значит, один там получил одно, другой исполнит, то есть все свои права и обязанности выпукли. То есть любая сделка, значит, кто-то что-то кому-то, если это просто не договор дарения. То есть если вдруг не безвозмездное дарение, то должны быть инклюзентные действия. То есть они, допустим, вы скажете, сняйте паспорт с регистрации. Они такие, хорошо, мы сняли, но вы им даже шоколадку официально не подарили. Значит, у них возникает право с вас что-то стребовать за эту услугу. Они как это придумали? Они говорят, все услуги бесплатные эти государства оказываются. Но в рамках морского права они это не имеют права делать. То есть они либо потом правами забирают, то есть правовой статус у вас забирают, либо они вот из этих самых счетов, каких-то капитальных, я не знаю, счета, которые есть на гражданине, на человеке, которые родовые, родовые, оттуда забирают денежки. Возможно, какие-то с курсами конвертации. Поэтому там надо разбираться, кто-то конкретно не знает. Но просто если вы им какую-то услугу заказали, они что-то сделали, и вы им ничего в замене дали, у них просто возникает право что-то с вас получить. Сделка не закрыта, ничего бесплатного нет. Сейчас все ушли в морское право, поэтому все только взаимообменные сделки должны быть. Когда вы делаете инклюзентные действия осознанно, то вы как бы сами понимаете, что в каком размере вы готовы. То есть в морском праве можно купить за 10 рублей машину, если вы с кем-то договоритесь. Но просто так, если кто-то вам подарит машину, а у вас не будет документов, что это подтверждает, что это безвозмездное дарение, потом другое с вас может что-то потребовать. То есть настолько, на самом деле, надо много всего понять, освоить и применять, чтобы это имело эффект. То есть на самом деле, надо тренироваться, прежде чем серьезные вопросы решать, до бесконечности, пока вы, не знаю, протоколы свою пользу переделаете, пока у вас не будут какие-то другие успехи на маленьких моментах. И понимание должно быть. Вот это все самоопределение, перезидельцы и все остальное, вексик, структура. Как только это все будет, так и будут успехи у народа. Я думаю, как бы так, например. Ясно. Интересный вопрос. Сколько на самом деле бибариков в одном настоящем рубле? Бибарик – это признак рубля. Я вот, когда рассматривал, я увидел, почему это признак. Там имеется, как бы, такая вещь, что бибарик – это вот… Есть какой-то рубль, потом его переделали в другой, как бы тот является признаком первого, и так и уже эти переделки, уже эти сокращения курсов, они идут очень-очень много лет. И многократно переделали. Поэтому бибарик – это как бы последний, он является универсальным. Он является признаком рубля, признаком рубля какого – неизвестным. Сейчас говорят, это казначейские счета, там надо платить штрафу, у них счет 643. Ну, говорят, какую сумму платить, например, там 10 тысяч рублей. Если бы у народа был счет 643, народ бы клал бибарики на счет 643 один к одному. Вот 100 рублей положил, 100 рублей на счет упало. У народа есть еще счет 810. Если бы они делали перевоз со счета 643 на счет 810, там была бы конвертация тысячи. Потом бы с 810 деньги снял, денег уже больше. Положил опять универсальный признак рубля билет банок России на счет 643, сделал конвертацию, и ты уже все деньги мира заработал. Примерно это так бы работает. То есть бибарик – это универсальный признак рубля. Какого – неизвестно. Просто рубля. Рубля какого? Это определяет счет, на какой ты можешь его положить. Просто 643 счет никому не открывают. А если бы он был у кого-то, то примерно схема была бы такая. Но народ бы быстро сообразил, и они не хотят это делать. Поэтому разные курсы можно высчитать. Но, в общем, просто тема интересная. В зависимости от того, какой код счета имеется в рубле. Если бы был счет царского рубля, не 643, а еще какой-нибудь, не эсэровский рубль, а царский рубль, какой-нибудь еще другой рубль, другой какой-нибудь кодификации, например, 1147. Вот царский рубль. Кто-нибудь открылся, еще 1147 положил бы, бибарики, они как просто признак рубля, какого-то, какого-то, в зависимости от того, какой счет. И потом бы гонял через конвертацию. Но система так делать не позволяет, они это все как бы так вот умалчивают. Поэтому, потому что нужно деньги зарабатывать своим трудом и умом. Ну, не деньги, а признаки рубля. А признаки какого рубля, вот непонятно, любого из существующих рубля может быть признак. Ну, я предполагаю, что бибарик – это вообще долговая расписка. И, допустим, бибарик в эквиваленте 100 рублей. Обратите внимание, на каждом бибарике стоит дата выпуска. Обычно там 1997. А насколько нам известно, 810-й был отменен в 2002. Соответственно, я предполагаю, что это именно долговая расписка 100 рублей в коде 643. Так, дальше вопрос. Я не расписалась в паспорте, а в форме 1П расписалась как под принуждением. Правильно сделал? Ну, не знаю. Возможно, если заставили. А если расписались под принуждением, то, по сути, форма 1П как бы нестить. То есть на основании не могли бы... Плохо тебя слышно. Если бы они зашли, что форма под принуждением, то она как бы считается ненаписной, ну, предполагаю. Поэтому, не знаю, надо узнать у них, как они это понимают. Может быть, они не поняли, что вы там написали под принуждением. Может быть, и такое. Так, тут мне вопросы задают. Антон, вы верите в переход или квантовый скачок в 5-е измерение? В смысле? Ну, я читал, конечно, и материалы РА, и откровения инсайдера, и слышал об этом переходе. Но я считаю, что он в данный момент происходит. Я давно об этом говорил, что еще полгода назад, что та самая жатва, о которой говорили, она уже давно идет. И цель этой жатвы – отделить зерна от плевел, отделяет творцов. А кто такой творец? Тот, кто умеет творить, имеет свою волю, самостоятельен, самоопределился, самоосознал себя. Вот такие нужны творцу-то. А те, кто действует как физлицо, признает себя физлицом, или гражданином, не осознавая, что это слово означает. То есть принимает модели внешние и внешние программы, не задумываясь и не подвергая критике. Ну, смысл? Это же биороботы какие-то, говорящие табуретки. В доме нужно 4, максимум 5 табуреток, не больше. А когда их 6 миллиардов, зачем они нужны? Да еще говорящие. Так что этот переход идет и давно запущен. И то, что вот сейчас показывают, сейчас вот в интернете и в чатах, что уже запрещают заходить в столовые без так называемых уколов и каких-то там тестов, то есть уже кушать не дают людям, то это только начало. Я об этом говорил. А дальше еще хуже будет. Чем быстрее вы это осознаете и начнете, и встанете на путь осознания, и начнете все вот это изучать, и векселя, и вот как правильно Игорь сказал, первый шаг – это самоопределение. То есть элементарно к зеркалу подойдите и ответьте на вопрос, кто там стоит? Физлицо, гражданин, человек или мужчина, или женщина. Кто там? Вот с этого начните. А потом уже к векселям обращайтесь. Так. Какую надпись надо делать на аферте платежки от ЖКХ? Отсылать в администрацию или учредителю? Это кому вопрос? К Игорю, наверное. Мне кажется, вопрос ЖКХ народ так быстро не решит. Там очень как бы схема непростая, и она, понимание вообще идет только с пониманием структуры векселя, понимание всех вообще документов, и как это ЖКХ пришло к вам. То есть там факт, очень трудная схема. Не в самой даже платежке дело, а как бы все докатились до того, что ставить платежки слать, на каком основании. Только когда все это разобрать, может быть и понимание, как этот вопрос решить. Ну, единственное понимание это то, что ЖКХ оплачено, а вас не считают ни за народ, ни за граждан. Вам даже статус гражданина, который вот есть, от которого ЖКХ оплачено, вам не дают. Вы как это все мигранты, ну, все воспринимаются службами миграции, то есть даже не народ. А кто-то приехал на заработок здесь, а вот живет, вот он и должен платить. Поэтому и присылают поэтому и платят. То есть оплатив, уже оплачено, ты как бы принимаешь права, что хотя бы в правах гражданина на этот месяц они тебя признают. Ты можешь там находиться здесь, на земле. То есть если кто-то там не платит за ЖКХ и в правах не восстановленной теории, могут депортироваться. Поэтому, я думаю, надо просто с пониманием заходить. Естественно, оно все оплачено за граждан. Но вы не граждане, а управлять своими гражданами пока еще народ не научился. То есть гражданин это же в виде векселя с какой-то там часть векса. То есть векселе кто бывает? Вексель-датель, должник, выгодополучатель, исполнитель, поручитель или индосан. Кто по векселю ваш гражданин, надо понять, какие последствия у этого же векселя. В каких последствиях находится этот гражданин? Понимаете, он может быть в роли векселя-дателя и должника, какая выгода получать, а может вообще платить, что-то непонятно. Пока Vexit не разберетесь, не поймете суть. Поэтому вопрос уже пока, я думаю, народ еще не будет своей жизни. Система, конечно, так, ну, прощает некоторых, когда кто-то упёртый, ой, упёртый, известно говоря. Упёртый, значит, много пишет, старается, уже как-то оплачет, ну, вот я там гражданин. А система же не может как бы раскрыться, что нет, ты не гражданин, так публично, все рако-широко. Вот они некоторым как бы подыгрывают, что-то там разрешают делать. Ну, поднемножку они ужесточают меры, то есть не так быстро все получается. Раньше можно было найти там приказ какой-то Минфина, где сказано, что ЖКХ плачет. Вот, отправить там ЖКХ, сказать ЖКХ плачет, ЖКХ взяли и замолчали. Вот ничего не пишут, признанцы не присылают. То есть раньше так можно было сделать, сейчас уже не совсем срабатывает. Но вопрос с пониманием. Первое – это самоопределение, как мы выяснили. Второе – это, значит, ну, как-то как уже практически все устроено в мире. То есть должно быть понимание. А все как бы оформлено через бекселя. Ну, бывают еще всякие алонжи, инносаймин, там всякие другие тематики, то есть продолжение, дополнение, какие-то другие виды документов. То есть надо различать, что есть что. То есть вот тебе дают, допустим, купюру 100 долларов, а тебе говорят, это 1 доллар. Вот, ты можешь вот отдать ее нам обратно, а мы тебе бутылку воды. И ты такой, хорошо, и тебя вот обманули. Если бы ты понимал, что у тебя, кстати, ты видишь, да нет же, это 100. На 100 полагается 100 бутылок воды. Себя уже не обмануть, не развести. Так же со всеми документами. Всем говорят одно, по сути, другое. Вот, народ подписался, вот за что подписался, какие последствия, никто ничего не знает, но как бы система, ну, старается, как бы, пропихивать свои шаблоны. Вот, если кто-то говорит у меня, я буду по-своему делать, они говорят, нет, так нельзя, так не принято, у нас только можно по-нашему. Вот, но тогда есть помощники, Почта России, они справляются с этой обязанностью, как, значит, акцепт передать, забрать. Такие варианты. Так, тут кто-то написал, что один РУП, 643, примерно равно 140 тысяч ББР. Ну, я, в принципе, не согласен, потому что еще раз говорю, вот у вас есть билет Банка России в виде одной купюры в размере, допустим, пятитысячная. Ну, это одна бумажка, один вексель, одна долговая расписка в виде одной купюры на 5 тысяч рублей. И точно такая же бумажка, только немного других размеров, немного по-другому оформлена, но она там на 100 рублей. То есть, Бибарика 2, а общий эквивалент 5100 рублей. То есть, когда вы их складываете, вот 2 Бибарика, 2 долговых расписки, но общая сумма долгов, по этим двум Бибарикам, Бибарика-то 2 всего, вот один, вот второй. А общая сумма долгов по этим Бибарикам 5100 рублей. А каких рублей, вот в этом надо разбираться. Так, дальше вопросы. Игорь отсутствует, но ведь казначейство открывает счет ЦБ как раз счета в коде 643. Ну, да, в казначействе сейчас обязали их 643-й код открыть. С чем это связано, не совсем понятно. Ну, видать, они очнулись. Вот система реагирует. Народ начал оплачивать в 643-м и это переводить 810-й, тысяча к одному. Вот они начали реагировать. Сначала казначейство переведут, потом все остальные фирмы. В принципе, чем мы и наблюдали, были всякие приказы, указы, что всем предприятиям, всем ООО-шкам, ИП-шкам, но в первую очередь казначейству перевести все счета в 643-й код. Так, 1 руб 643 равно 1 килограмм золота. Нет, нет, ничем не обеспечено. Цена рубля в золоте где-то, по-моему, даже определена на этом. На сайте Центробанка, что ли, там есть эквивалент, сколько 1 грамм золота в рублях стоит. Именно в рублях, а не в бибариках. Так, так, так. Центральному банку открываются... Ага, кроме того, Центральному банку открываются счета в иностранной валюте, про рубли не указаны. Ну, это не вопрос. Я не понимаю, как такие высказывания зачитываете? Это же не вопрос вообще. Вот вопрос. Так, не соглашусь о 643 и 810, пусть счета в 810 коде, а деньги выдают в 643 коде. Кто сказал? По идее, на счете в личном кабинете должна быть сумма, помноженная на тысячу, а выдают правильно по 643. Или я не прав? Ну, вы выписку вообще брали, то есть, требовали расчетный кассовый ордер при выдаче вам денег, чтобы там был указан именно код валюты. И не только цифровой, но и буквенный. А потом обратно попробуйте сделать, как Михаил из Кисловодска, обратно сдайте вот эту купюру, которую получили в виде бибариков, обратно на экспертизу с требованием установить, каким кодом валюты является данная купюра, в каком эквиваленте и экспертный сертификат выдать вам. Попробуйте, я посмотрю, что у вас получится. Деньги тема это интересная, она очень интересная, народ просто понимает, что им много положенного. Они просто себя считают, у всех сама потеряется серьезно, мы здесь родились, здесь наши предки жили, понимаешь, земля наша, ресурс наш, там дается с долг, алмазы, нех, там триллионы долларов, ежедневно. И народ говорит, ну где все наше, мы же самая богатая страна, денег у нас меньше всех у народа. Ну просто вся фишка в том, что они правовой статус подменили, вы как бы считаете себя тем, кем вы считаете, и это как бы в основном является правдой и соответствует действительности. А по документам вы вообще лучше не знаете, худший статус, понимаете? По факту да, а по документам нет. Они говорят, ну документ это вексы, это предложение. Вы приняли предложение, что вы согласны, что к вам будет относиться как вот к тому-то. То есть мы знаем, кто вы, они все прекрасно знают, кто есть кто, но так как вы приняли контракт, предложение вексы, вот его как-то акцентовали, что вы будете исполнять это, что вы, значит, вам требуется худшее отношение. Мы это как бы исполняем. То есть всех как бы обманули, но по факту и прямо обманули, просто недорассказали, не объяснили. Подсунули, подписались и предполагается, что все взрослые, как бы, не там, не 5 лет, не 6 лет, уже умеете, понимаете, должны были сами как-то до этого догадаться, что документы это векселя, есть конвенты, уже там больше 100 лет ее применяют и так далее. То есть как-то, да, это примерно так. Поэтому пока по документам статус никакой, там вот этот рубль, хоть все в золото-то мира, не отдадут ни копейки. Скажут, ты это знаешь, молодец, теперь узнай, как возработать. Вот иди работай. Я знаю. Вот как только в правах кто-то будет восстановлен, так отношение будет другое. То есть надо понять, где вообще эти права потерялись, что случилось и так далее. Вот. Но есть хорошая новость. Забыл рассказать, хотел вначале. Сейчас весь мир ориентирован на девушек. Вот девушкам все проще в каком-то плане, потому что ему реально больше обязанностей, мама там выступает в жизни. Вот. И им система немножко легче дает бонусы. То есть когда какая-то там девушка начинает идти по правильному пути, разбирается с самоопределением с документами, ей проще. То есть, допустим, она взяла, и ей может там проверка, вот это та же самая, на правую субъектность, пройти легче. Подойдут, мило пообщаются там и просто сделают вывод. Понимают, не понимают. У тебя, может, взяли там, подвидевшиеся от ней, издевались посмотреть, как ты выдержишь. А девушка вот так просто пообщается, сплошь с ней поплют, скажут, да, она реально понимает, а самоосознание есть, и все. То есть девушкам проще, легче, просто не нужно бояться, нужно больше грамотности. Вот. Читайте, понимайте, самоосознание, самоопределение, работать с документами, не просто как вам в голову пришло, оно есть как бы инструкция, то есть конвенция. Как вообще, в принципе, оформляется документ, какие там последствия бывают, что есть что. То есть если кто-то называет там акцепт-платилищик индосамитом, от этого, значит, структура документа не меняется. Просто ты можешь понять, что же у тебя за документ, что нужно делать, либо не понять. Если не понял, значит, ну, как бы не сработает. Когда поймешь, значит, тогда и сработает. То есть главное не сдаваться, лучше не опускать. То есть с первого раза у нас ничего не получается в основном, вот, как говорят, приходится много раз это делать. Иногда просто это проверки, когда несколько раз. Иногда реально какие-то там заработки, зачеты. Главное идти этим путем. Если кто-то хочет научиться управлять собой, там, не знаю, своими персонами, стороной непосредственно, самостоятельно, серьезная работа. Вот эту работу могут делать люди в любом возрасте, там, и девушки, и мужчины, там, неважно. Главное было бы желание. Вот. И по-другому просто сейчас уже не прокатывает. То есть время такое переходит, все достаточно жестко. То есть уроки жесткие, ответственность достаточно жесткая, впоследствии наступают быстро. То есть как раньше было, сейчас уже такого, к сожалению, нет. Вот мы это как поняли в 2020 году, что вот объявили все эти карантин, я понял, что мы просто ждали какие-то мировые события еще за год. Мы просто не могли понять, как же это все будет. Когда все началось, я понял, что это все надолго. И оно реально надолго, когда мир переходит в новую формацию, то есть как было раньше, уже не будет. До тех пор, пока народ не восстановит, как нужно. То есть было раньше, как-то, сейчас будет немножко тяжелее, потом когда-то народ в каком-то количестве осознанных, дееспособных возьмет, это делать вообще, как должно быть, в принципе, правильно, чтобы народ жил достойно. в нашей стране народ столько настрадался, и войны, и перестройки, чего только не было. Что уже достойную жизнь обеспечить они могут. Вот денег настолько много, что просто они не знают, куда девать. Весь мир живет за счет нашей страны. Ну, как в какой-то момент народ сделает так, что и вся наша страна будет жить тоже достойно, в первую очередь. Так, ну, у нас тема вообще векселя, я хочу добавить, сейчас добавлю, потом зачитаю последний вопрос, и, наверное, это будем завершать, да, Сергей? Вот, я хочу что рассказать. Вот, я не мог понять, причем, причем тут вообще векселя, вот, по идее, вот векселя у меня ассоциировались вот с какой-то банковской деятельностью, там, типа, акции какие-то, облигации, векселя, вот, из того раздела, что-то там такое, что-то там банковский сектор какой-то, вот это. Но, когда мы начали эту тему изучать и начали разговаривать с полицейскими, с Росгвардией, причем не с простыми рядовыми, а вплоть до высшего состава, там, я не знаю, те же судьи, там, участковые, все, вот, даже пожарники, там, МЧС, и мне вот постоянно в течение года поступает информация, с разных уровней, начиная от рядового и там, выше состава, что все, у них там, естественно, есть градации, рядовые вообще не в курсе, ну, мало кто знает, потом есть средний уровень, там, кое-кто знает, там даже курсы какие-то ведутся, а высший состав обязан о всем этом знать, вот те самые ответственные, да, которых приглашают в случае конфликта с рядовыми, они уже в курсе всего этого. И вот когда я сам в этом убедился, когда вот было очередное задержание, там, одного из соратников за маску хотели оформить, был вызван ответственный от Росгвардии, и так, между словом, между делом, я им говорю, ну, вы же в курсе, что все протоколы являются векселями? Я говорю, вы же изучаете вексельное право? Они говорят, да, изучаю. Ну, зачем Росгвардейцу, который ходит с автоматом в каске, в бронежилете, изучать вексельное право? Вы не можете пояснить? Зачем? Они сами признались, да, мы изучаем вексельное право. Вот вам и ответ, что все устроено и крутится вокруг векселей, и все вот эти вот так называемые какой-то там режим тряпочный, маскажу, и вот эти все, и все вот эти вот бумажки под названием якобы протокол, они составляются только ради того, чтобы побольше, побольше, по максимуму побольше векселей нашлепать. Ну, смотри, в векселях есть такая тематика, что там кто-то несет выгоду, а вот обычно выгоды и права, они как бы по одному векселю можно и так, и так. Вот смотри, вот кто-то по векселю платит деньги, допустим, пять тысяч штрафов, а кто-то приобретает права. Обычно как бы и то, и другое есть выгода, есть право какое-то получить это выгода, и денег получить это выгода. Они распределяют, кому выгоду по правам, а кому выгоду по деньгам. Понимаешь, в этом тоже стоит, надо понимать, как это, как ты вас свят. А они, конечно же, все это изучают, и они должны понимать, что они это используют. Какие-то там в серьезных уровнях они мужа понимают. Но как бы система контролирует. И вот когда научат распределять, выгоду по деньгам, потом учиться делать все эти вещи оборотные, тогда можно просто творить чудеса и создавать хорошую реальную деятельность вокруг себя. То есть страну настраивать. Должностные лица сидят, сидят, а они тут понимают только инструкцию. То есть им надо платить зарплату. То есть им нужно выгоду по деньгам, народу выгоду по правам. Понимаешь, как только это все будет, так значит народ становится в правах и будет прекрасная жизнь. Как-то вот так это надо делать. То есть работы, на самом деле, очень много, это месяц, недели изучения, практики, отработки. Жаль, конечно, что у Андрея это плохая связь, у него тоже очень много интересного опыта, он про чеки там рассказывал, еще что-то. Надо как-нибудь потом провести эфир, когда у всех связь хорошая будет, через какое-то время можно повторить. Ну да, тут народ пишет. Так, здравия вам, благодарю за полезную информацию, почаще встречайтесь в этом составе, информация подается лучше, проще и понятнее. Ну да, согласен. Если бы к нам еще и Андрей Сталин пришел, еще и Наталья Рыбкина, мы бы тут заболтались на часов на пять, наверное. Антон, слышу, у меня вот вопрос по поводу самоопределения, то есть самый главный вопрос. Что вы скажете по поводу самоопределения через ОППТ, через патчмейстера, через другие способы, которые там есть? Что вы скажете? Вы это делаете или вы как-то другим путем идете? А я скажу, отталкиваясь от самого слова самоопределения. Путей самоопределения бесконечное множество. Кто во что гораст. Я не помню, какая-то пословица в русском языке даже есть. Не помню. В общем, самоопределяешь, кто ты, и даже путь самоопределения самоопределяешь. То есть кто-то через зеркало, кто-то через ОППТ, кто-то через паспорт, кто-то через законный РФ самоопределяется. Кто-то через живое слово, да? Да, кто-то через живое слово, минуя все документы, самоопределяется, самоутверждается. Задача в самоопределении найти свое место в этом мире, определить, кто ты, где ты стоишь, на каком месте, стоять, и не сдвигаться, не сходить с этого места. Никуда ходить не надо, никуда кому-то что-то доказывать не надо. Ни с кем бороться не надо. Надо сам определиться, определить свое место в этом мире и стоять на нем, твердо, стоя и никуда не двигаясь. А как только вы утвердитесь на этом месте, вот тогда вы сможете ходить куда угодно и делать все, что угодно. Игорь, добавь. Смотри, когда мы с кем-то общались, взаимодействовали на эту тему, то есть когда самоопределение – это тема, что ты должен сам определиться. В основном народу мало кто-то делает самостоятельно, потому что почему-то бегут за шаблонами и смотрят, как это делают другие. И вот если вдруг понравилось, они берут себе. То есть самоопределение – это реально единицы. В основном есть какой-то такой шаблон, где-то в мире ходишь, что кто-то является человеком, мешком с костями, плотью кровью. И вот они пишут, я мешок с костями, плотью кровью, хожу, делен правами, что-то такое. То есть шаблоны. Я сколько на это смотрю, но это все глупость, не рабочие варианты. Самоопределение – это как бы ты не хотел, ты должен сам решить, кто же ты, а подумать. Когда кто-то говорит, что он человек, у меня просто название канал, уже очень что-то говорит, название канала. Сам я про себя так резко смотрю, я как бы могу по-другому сказать. Но вот если, допустим, докапываться до слов, до смысла, они могут докопаться до чего угодно. Кто-то говорит, что он человек. Вот это, по-моему, ОППТ, я не помню, но там, по-моему, суть, что вот есть какая-то декларация, что он там я человеком и что-то еще. Вот когда кто-то говорит, что он человек, а какая из этих 15 миллиардов клеточка или все вместе? Если все вместе, так это мы человек, уже надо говорить. То есть вот тут можно докопаться, назвать кого угодно нигде способным. То есть как это понимание, использование каких-то шаблонов, так сразу это не рабочий вариант. Самое определение, когда вы проработаете мыслью, все варианты возможных, кто вы такие и как это вообще может реализоваться. Выходит, как будто вообще такая нехилая вещь, и это конкретно не фамилия, не отчество. То есть вряд ли кто-то сидит и думает, кто же я такой, кто же. Ну я точно, я фамилия, не отчество. То есть так вряд ли выходит. Вот это серьезная работа, и вообще она может занять много месяцев. Ну хотя бы неделю точно. Подумали. То есть задача самостоятельная. Когда вы сами свои мысли пройдете, тогда подумайте, кто же вы конкретно. И можете это сформулировать, и как только вас хорошо выйдет, чтобы не забыть, надо записать. Мало ли вы там сегодня в творчественном паре, вдохновительном потенциале, и у вас получилось самоопределиться, как это есть на самом деле. Быстренько записали, чтобы не забыть. Хотя вот у вас уже и документы, и в голове вы понимаете, осознать есть. Вот примерно так это должно быть. Ну то есть вы документы никакие не делаете? Ну мы уже устали делать эти документы. Но я же говорю, и в узкой форме надо понимать, и в письме надо, и понимать со всех сторон. Ну желательно, идеально. Тогда как бы есть какая-то возможность. А еще, ну так можно для будущего эфира, который у нас когда-нибудь будет, надо еще найти всем, ну нашим зрителям, кто будет смотреть, где же написано в международном праве, там, я знаю, в российском, где написано, что есть это право на самоопределение. Вот если не знаете, где это сказано, и что это еще к вам должно относиться, они говорят, у нас в федеральном законе не предусмотрено самоопределение. Вы там либо паспорт, либо гражданин, другого выставка нет. Вот если найти, где сказано, что у вас есть право на самоопределение, как его активировать, чтобы оно к вам применялось, тогда у системы как бы не будет другого варианта, кроме как признать так, как вы самоопределяетесь. Ну то есть вот хотя бы найти, где же это сказано. То есть это сказано, это обязательно, это есть и в российском, и в международном законодательстве. Надо это найти и проработать, так скажем, домашнее задание. Игорь, давай колись, давай делись информацией. Нет, это домашнее задание для народа, а то так это неинтересно, они смотрят, ничего не делают, они нам это, понимаешь, где-то действия не особо закидываются, их мотивации нету, а успехов тоже мало. Проверка, надеюсь, способность, короче. Нужно давать домашнее задание конкретно, а как его сам, кто выполнит, это уже такие результаты по жизни и будут. То есть вот наша задача, как бы рассказать, что есть такое интересное, есть ли это. В принципе, мы о нем что-то слышали, но еще не совсем сильно понимаем. Но если вы нам поможете, сами разберетесь, расскажете, где сказано, что есть право на самоопределение, мы вам будем благодарны. Ну и у вас будет польза по жизни. Отлично. Ну что ж, друзья, давайте заканчивать эфир. Давайте десяточки в чат, если было полезно, интересно. Так, да, десяточки пошли, можете высказать свое мнение. Давайте, друзья, поблагодарим Антона, Игоря. Давайте восклицательные знаки в чат. Молодцы. Ну, я надеюсь, мы продолжим. Да, да. Вот как только все домашние задания выполнят самостоятельно, самоопределяться, мы обязательно продолжим. Мы найдем. Ну да, самому Игорю интересно, что там это, какой результат. Тема реально сложная, в ней надо действительно разбираться, и не один день. Так что, я думаю, будем продолжать. Все, друзья, вижу вашу реакцию. Да, благодарности на YouTube пишут восклицательные знаки. Да, спасибо, друзья. Ну что ж, будем заканчивать эфир. Все, всем пока-пока. До следующих встреч. Благодарствую. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok